Давайте будем открывать. Давайте, да, начнем. У меня очень напряженный график, и все столицы подтянутся, и я согласен. Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, я рад сегодня видеть всех вас здесь, в Смольном институте Российской Академии Образования. Кто меня не знает, я представлюсь, зовут меня Рощин Дмитрий Александрович, я доцент, директор Центра Российской Политической Культуры. И я бы хотел, прежде всего, предоставить слово для приветствия ректору Смольного института Российской Академии Образования Александру Ивановичу Сальникову. Спасибо. Ну, в очередной раз рад вас приветствовать. Не так много народу собирается, видимо, уже летом тяжелее собирать народ на различные такие мероприятия. Зимой, когда холодно, то приятно пустить побрец друг от друга, когда больше народу, тогда и ближе к плещу соединяются. Вот, а здесь больше свободы становится для того, чтобы решать было легче. Ну, это так, это шутка, но в этой шутке есть только дольше. Остальные, видимо, еще потянутся. Ну, и потом вопрос обсуждается достаточно интересное. Формирование мировоззрения, меры понимания человека. У нас традиционно проходит целый комплекс различных семинаров, связанных с самой разнообразной тематикой, но близких по общему содержанию. Будет интересно, если по окончании прохождения, вот, обсуждения каких-то вопросов, выносимые вот на семинары, будут, появляются какие-то документы. Адресованные там в адрес каких-то верхних инстанций, может быть, правительственных органов, органов местного самоуправления, даже региональных, нашего, администрации нашего, там, полейского района, если он может касаться нас, о проведении каких-либо, либо мероприятий, либо предложении об изменении каких-то внешних или внутренних факторов, влияющих на судьбоносные победы России, цивилизации, там, рядом, кстати, находящихся государств. И я вот уже, Дмитрий Александрович, предложил, надо по окончании каких-то циклов этих вот наших занятий переговорить эти вопросы без всякой оплаты, без ничего, вот, за участие и обсуждение этих вопросов предложить выдавать сертификат. Но при условии присутствия здесь вне ничем на 75% этих мероприятий. Вот тогда будет и другой выход, и у людей появится желание и получить, во-первых, документ, потому что большинство педагогического состава, которые работают в вузах, надо обязательно проходить какие-то курсы повышения квалификации, а тематику можно туда подготовить какую-то общую обучение. Я поэтому предлагаю мое первое предложение подготовить, переговорить с нашим руководителем данного направления тематику, по которой нужно было бы выдавать такие вот документы, все равно именно государственным образцам, потому что здесь комитация есть, и мы можем, главное, чтобы вписаться в нужную тематику, по которой мы имеем право выдавать государственные образцы. А там уже посмотрели. Вот. Желаю успехов. Я сегодня, к сожалению, работаю в таком достаточно жестком режиме, в совещании с совещаниями. Ну, в следующий раз буду еще раз рад вас видеть, ну, а с вами мы будем пытаться организовать совместное выставление. Спасибо большое. Спасибо большое. Не вам, пожалуйста, не можете. Я забираю, так это, что я могу ставить. Спасибо большое, Александр Иванович. Мы продолжаем наш семинар, и сейчас с основным докладом у нас выступит Александр Александрович Глушан, менеджер по регионам инвестиционной компании «Таврический», ну, и также один из, так сказать, соорганизаторов нашего мероприятия. Спасибо, Дмитрий Александрович. Итак, уважаемые друзья, хотелось бы начать. Для тех, кто только сегодня присоединился к нам, хотелось бы вкратце напомнить суть и содержание нашего предыдущего семинара. И так напомню, что на предыдущем семинаре мы разбирали такое понятие, как закон времени. Вот вы видите его на экране. Вкратце, в чем заключается суть процесса. Процесс смены логики специального поведения мы разобрали. Напомню в двух словах, что, значит, особенность информационного состояния современного общества заключается, с одной стороны, в том, что человек вынужден сейчас на протяжении своей жизни несколько раз обновлять и повышать свою квалификацию, обновлять свои знания. Это с одной стороны, потому что, как мы сказали, частота смены социальных процессов, она превысила частоту смены поколений. И с другой стороны, сейчас, как никогда ранее, вскрываются те досерия герметичные концепции управления, которые господствуют в обществе уже на протяжении, скажем, многих тысяч лет. И сейчас, как никогда ранее, мы видим истинную концепцию надгосударственного управления. Когда оглашения, значит, экономической, социальной политики, они меняются, пожалуйста, можно перевести в пример в нашу страну. То есть на протяжении довольно короткого отрезка времени курс государственности изменился на противоположный, можно сказать. Но в умолчаниях проблемы общественные, они нарастают. И кризис, соответственно, системный кризис не только нашей страны, но и всего мира, он усиливается и набирает оборот. Соответственно, это наводит на мысль о наличии управления внегосударственного, надгосударственного управления концептуального, которое и диктует, значит, соответственно, правила игры представителям государственных калибов. Вот вкратце то, что мы разбирали на предыдущем занятии. И теперь вот переходим к нашей сегодняшней теме, это формирование мировоззрения и миропонимания человека. То есть мы переходим к обсуждению основополагающих таких моментов, которые и лежат в основе помыслов человека, поступков, его устремлений. Вот поговорим о мировоззрении, которое и обеспечивало, собственно говоря, вот эту концепцию управления. С одной стороны, скрытие определенных мировоззренческих доминантов, оно обеспечивало успешность проведения в жизни на протяжении многих тысяч лет этой концепции герметичной. А с другой стороны, невежество в определенных вопросах способствовало отсутствию прогресса и развития общества. Итак, вначале определимся с принятой терминологией. Хотелось бы сразу же уточнить, что мы подразумеваем под понятием мировоззрения, чтобы у нас определился общий терминологический аппарат, чтобы мы хорошо понимали друг друга. Итак, под мировоззрением вообще мы понимаем совокупность представлений человека об окружающем мире в образах, не выраженное в лексике. То есть это представление о процессах, о всем многообразии процессов, которые происходят в мироздании, но не выраженное в лексических формах. То есть образное внутреннее представление человека. А миропонимание — это, соответственно, уже мировоззрение, но которому придано определенные четкие лексические формы. И с чего хотелось бы начать? Для того, чтобы наиболее полно и, я бы сказал, глобально осветить этот вопрос, нам необходимо немножко отмотать пленку и вернуться во времена древнего Египта. Потому что именно, скажем, на основу, которая используется для формирования общественного мировоззрения сейчас, в наши дни массового, она уходит своими корнями очень далеко. В частности, удобно и правильно будет рассмотреть формирование мировоззрения, оглашаемого древнеегипетским жречеством для своих подданных. Вот, пожалуйста, вы видите схему, слайд на экране. Итак, в чем здесь суть? Вот в концепции мировоззренческих предельных обобщениях, которые декларировало древнеегипетское жречество, оно разделяло предельное обобщение мироздания, то есть категорию «все вообще» на четыре доминанта, четыре категории. Это, значит, в терминологии жречество, это вещество, то есть под веществом жрецы понимали материю в ее агрегатных состояниях. Это энергия, то есть под энергией подразумеваются различные силовые поля. Силовые в том числе можно к ним отнести и сейчас недавно доказаны торсионные поля, элементы ноосферы. И далее все это происходило, по их словам, в бесконечном пространстве и бесконечное время. Вот намек может добавить, процитировать водовозов. Пожалуйста, будет уместным процитировать фрагмент. Такая цитата из книги Водовозова, книги для начального чтения, от 1878 года, где как раз речь идет о воззрениях египетского жреческого на объективную реальность. Вот такая вот интересная цитата. Самая главная каста, управлявшая всем, была каста духовных или жрецов. Они предписывали царю, как жить и что делать. То есть фараоны здесь получают, что фактически этих позиций ничем не управляли. Управляли как раз-таки эти жрецы. Высшим божеством египтян был Омун. Его лица соединялись четыре божества, вещество, из которого состоит все на свете, богиня Нерк. Дух, оживляющее вещество или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать. Это бог Нев. Бесконечное пространство, занимаемое веществом богиня Пашт. И бесконечное время, какое нам представляется при постоянных изменениях вещества. Это бог Себек. Все, что не есть на свете, по учению египтян, происходит из вещества, через действие невидимой силы, занимает пространство, изменяется во времени. И все это таинственно соединяется в четырех едином существе Омун. То есть мировоззрение человека, как сказал Александр, оно всегда в неких образах. За мировоззрение отвечает правое полушарие, которое отвечает за предметно-образное мышление. Мировоззрение формируется у каждого человека по-разному. То есть два разных человека могут поехать, условно говоря, в Нью-Йорк, увидеть одни и те же картины, но у них в сознании могут остаться совершенно разные образы. Или, допустим, я сейчас скажу слово «стакан». Для человека европейского он может представить один стакан, для бакинцев это может быть совершенно другой стакан, другой формы. А миропонимание, оно всегда в определенной лексике. Что касается образов, всегда есть некая первичная группа предельных обобщений. То есть предельных образов. Ныне в философии предельно обобщенными образами принято считать материю, энергию, пространство и время. Вот с материей и энергией более-менее все понятно. Что такое пространство? Что такое время? Сейчас никто внятно не может дать определение, ответить. То есть время получается с позиции простого человека. Если есть некие события, значит, можно говорить о времени. Если нет никаких событий, значит, получается и времени нет. То же самое касается пространства. Но если взять любую вещь во Вселенной, мы живем в материальной среде, то эта вещь, мы увидим, что имеет о себе троичную информацию. То есть эта вещь материальна, она имеет о себе информационные характеристики, и она имеет мерные составляющие. То есть понятие меры, это, ну вот, например, в Коране есть такая цитата, «Аллах создал всякую вещь и размерил ее мерой». Мера, ее выразить в какой-то конкретной фразе очень сложно. Вот граница перехода вот этого вещества из твердого состояния газообразна, это тоже мера. Закрыл глаза, представил образ этой вещи, это тоже есть мера. То есть других каких-то характеристик дать этой вещи материальной представляется невозможным. Понятие времени – это очень субъективное понятие. То есть время может быть и социальным, и историческим, и физическим, и так далее. Мы взяли в качестве талонного на Земле время астрологическое. Это астрономическое. Это вращение Земли вокруг своей оси сутки, вращение Земли вокруг Солнца – 365 дней. Но время, так же и повторяюсь, оно может быть и социальным, и физическим, и историческим, и так далее. Спасибо, Наверное, за дополнение. Итак, что же остается в умолчании под данной четырехипостасной структурой, которая, кстати говоря, с измененной формой, но с неизменным содержанием, она дошла до наших дней. То есть если вы обратитесь к произведениям современного искусства, так называемого индустрии кино, телепередач, они формируют у человека, по сути дела, именно такое мировоззрение, четырехипостасное. Что же следует из этого? Из этого следует, что мир, в принципе, не познаваем. То есть бесконечное пространство, бесконечное время, информационной составляющей здесь нет, мирной составляющей здесь нет. Соответственно, процессы неуправляемые, они случайные. Человек может просто подстраиваться, подстраивать свою жизнь под постоянные изменяющиеся внешние условия. То есть он оказывается в определенных процессах, в центре определенных условий, проводит координатные плоскости ценностей от себя, то есть порождает тем самым так называемый яцентризм, мировоззрение яцентризм, потому что может в постоянном меняющемся мире он его не может никак изменить, не может его познать. И, соответственно, он строит все умозаключения от себя. Соответственно, в мировоззрении такого человека факты и события, которые происходят в мире, воспринимаются как стекляшки в калейдоскопе. Детская игра, труба калейдоскопическая. То есть фактов много, процессов много, но четкой картины, мозаичной, не получается. То есть он крутит трубу, вроде как все красиво, все меняется, но тем не менее целостной картины и процессов в мире, и мироздания у него нет. Соответственно, он не может выработать долговременную концепцию своего развития, потому что все меняется, он ни в чем не уверен. Соответственно, такое четырех единство, оно порождает так называемые калейдоскопичности мышления, когда человеку кажутся факты не связанными между собой, как политические события, так и экономические, техногенного характера. То есть все это представляется случайными, и не весть откуда берущимся. А теперь рассмотрим, какие же категории, в том числе и циркулировались в среде этих посвященных, вот о чем сказал нами. Там были абсолютно другие категории, и при анализе более того Корана, других каких-то эластерических источников, нам стоит ясно, на чем основывается адекватная жизни система предельных обобщений. Ну, в первую очередь, что хотелось бы заметить, в первую очередь признается, что человек, да, это не венец мироздания, не венец природы, то есть признается иерархичность жизни, иерархичность бытия, то есть, причем верхняя, верхний уровень иерархии, он с нижнего уровня непознаваемый, вот как вы видите на слайде, то есть с уровня растений, например, непознаваемый в минеральной жизни, вот цветочек растет сквозь асфальт, вот, соответственно, с уровня животного, с уровня растений непознаваемый, животный мир, пожалуйста, вот корова съела травку и цветочек, для травы это проявление высшего разума, так и с уровня человека непознаваемый, в принципе, иерархия высшая, то есть, можно по-разному называть, то есть, иерархически высшее объемное управление, абсолют, творец, бог, ну, то есть, это надмирная реальность, которая с нашего уровня непознаваема в принципе, но это не значит, что ее нет, да? И далее, соответственно, все предельные обобщения строятся от признания вот этой надмирной реальности, так называемого, вот, иерархически высшего объемочного управления, соответственно, предельные обобщения выглядят вот следующим образом, с точки зрения адекватного анализа мироздания. Итак, информация, материя и мера. Что здесь, что, поподробнее? Итак, под материи понимается, во-первых, вещество во всех агрегатных его состояниях, то есть, твердая, жидкая, газообразная плазма, невозбужденный и возбужденный вакуум, потому что вакуум, вот, это не пустое вместилище, это вид материи особой, который пропускает, в частности, электромагнитные волны, они в пустоте не могут распространяться по определению. Это также и силовые поля различные, в том числе гравитационные, последние, значит, поля, которые доказаны даже ортодексальной наукой, полностью экспериментальные, торсионные поля, то есть элементы ноосферы, поля мыслительной энергии человека, на которых строится эгрегориальное учение, в том числе и, которое развил в Вернадске, да, то есть под материи понимается всё многообразие различных элементов материальных во Вселенной. Следующий элемент этой структуры триединства – это информация. То есть для придания материи определённых свойств первое, что мы делаем, это формируем определённую информационно-образную составляющую, то есть образ, назначение, смысл данной материи, которую мы в него вкладываем. Этот образ, по сути дела, нематериальный, поэтому он выделяется в отдельную категорию. И далее мы изменяем свойства материи до определённой меры. Вот это самый ключевой момент, то есть мера, она выступает по отношению к материи, как матрица её возможных состояний. То есть мы, например, изменяя свойства какого-то твёрдого тела из химии, мы добавляем туда определённых химических элементов и таким образом изменяем её свойства. И заканчивая трактовку триединства, можно вывести тезис, что материя переобразуется по мере развития, по мере наполнения её новыми информационно-образными составляющими. То есть в мире всё взаимосвязано и взаимообусловлено. Идёт постоянный обмен информацией и изменением материи сообразно образу, который мы в эту материю вкладываем. Пожалуйста. Вот я в выполнении хотел бы сказать, понимая эту информацию на определённых этапах истории, разные мыслители, философы по-разному в доступной для них терминологии передавали эту информацию. В частности, я приведу для всех известного и любимого не только на территории бывшего Советского Союза, я уверен, даже во всём мире. Я до сих пор не слышал ни одной, даже лёгкой критики его адреса по Александру Сергеевичу Пушкину. Известное его произведение «Домик в Коломне», которое, когда появилась на свет, тогдашняя элита сказала, «А, вот, это последнее падение нашего поэта». Потому что «Домик в Коломне» – это, можно сказать, слишком банальное произведение. Там события происходят в одной маленькой доме. Есть одна кухарка, служанка, одна уходит, но с неё приходит другая служанка. Ну и практически вот вся история. Но обратите внимание, как начинается. Пушкин пишет, «Четырёхстопный ямп не надоел». Им пишет «Всякий». Мальчикам в забаву пора его оставить. Я давным-давно хотел приняться за октаву. Октава – это восьмёрка. Переверните, это бесконечность. Принцип постижения Вселенной. Я давным-давно хотел приняться за октаву. А в самом деле, я б собладал стройным созвучием. Пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две предупреждения. Третью. Что-то случилось. А это очень просто. Каждый из вас в жизни с этим сталкивался. Если вы у себя в сознании представляете некую вещь, задаете ей правильные информационные характеристики и мерные составляющие, то эта вещь рано или поздно во времени, во время понятия субъективная, как мы уже выше отметили, она просто реализуется. Хочу машину, хочу дом, хочу рубашку, хочу внучку или внука, или хочу супруга идеально. Через некоторое время, если вы действительно зададите правильные, еще раз повторяю, мерные составляющие, информационные, и если эта желаемая материя, скажем так, она будет вписываться в божий промысел, то это вполне реализуемая вещь. Вот, например, покойный Саи Баба, он этим и занимался. Многие его называли фокусником. Вот нашему близкому человеку, вот, по крайней мере, для меня очень близкому человеку, Владимиру Михайловичу, он подаил кольцо. Он просто его материализовал. И он говорил о том, что вам всем это дано. Это очень старая действительно технология, видимо, пришедшая к нам из пра-цивилизации, где действительно человек на уровне вакуума, все из вакуума выходит, вакуум возвращается. Задаешь правильные мерные составляющие, информационные характеристики, и любая вещь материализуемая. Любая. И, видимо, Саи Бабе было дано именно на этом уровне материализовать вот такие вот везде ложки. Пушкин писал об этом. Почему он пишет четырехстопный ямб? А у него терминология такая была. Ямбы, хореи. Он иначе не мог выразить. Даже в конце произведения он пишет «На силу тарифмачия безрассудный отделался от всей октавы трудной». То есть он не то, что он говорит «я безрассудный», нет, он говорит «ну ко мне что-то приходит на бессознательных уровнях, и я вот выдаю в ту лексику, которая для меня приемлема». Поэтому до сих пор вот Пушкина читают, многие думают «А, вот что-то тут есть такое». Но начинаешь беседовать «Хорошо, а что ты понял?» «Да вроде не могу так толком объяснить». Банальное произведение какое-то. И ставят разные спектакли, кстати, вот касательно «Домика в Коломне». Каждый интерпретирует по-своему. Но «Домик в Коломне» это мощнейшее произведение на самом деле. Только вот заметьте, первая октава, она настолько мощная в мировоззренческом плане, мощная. Пушкин передает такую информацию, что да, действительно, вся нынешняя философия признается, все базируется на философии. Философия – это системообразующая новка. Она базируется на предельных, первичных предельных обобщениях материя, энергия, пространство и время. А на самом деле, если задать вопрос хорошо, пространство и время какое отношение имеет к этой материи? Это субъективное на самом деле понятие. Да, они есть категории, но это субъективные категории. Поэтому к этой материи и к материальному миру они отношения не имеют. Вот такое вот лёгкое дополнение. Пожалуйста, Саша. Итак, с точки зрения тривидинства, что же вытекает в умолчаниях, если мы, скажем, принимаем вот эту вот точку зрения адекватного жизни, мировоззрения? А получается, что все процессы, они взаимосвязаны и взаимообусловлены, как я уже сказал. То есть ничего случайного, хаотичного в мире не происходит. Знание, оно также единое и целостное. Соответственно, всё, как я уже сказал, в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. В центре мы ставим иерархически вышеобъемлющее управление, образ, называемый вот, как вот в Библии, да, человек сотворён по образу и подобию, значит, Божию. И сразу же за этим есть такая фраза, по образу Божию сотворён. То есть, по сути дела, мы в процессе своей деятельности, в процессе своего развития должны именно приближаться к тому абсолюту образу, который и стоит, должен стоять в центре этой картины. И таким образом, знание, вот, следующая картинка, вот, пожалуйста, вот это представление о той информации, которую человек черпает из окружающего мира, те знания, которые, казалось бы, не связаны, да, как это представляется нам с современными СМИ, то есть всё это случайно, хаотично, не связано друг с другом. И из этих знаний при правильной методологии, при правильной расстановке акцентов, я уже сказал, на основе вот этого мировоззрения триединства, возможно, воссоздать чёткую мозаику. То есть, весь этот разрозненный поток фактов, он при правильной методологии, при правильной обработке, вот, на основе вот, правильных предельных обобщений, он складывается в мозаику, таким образом, формируя мозаичное мировоззрение. Для человека, который вооружён вот, вот, такое, таким мировоззрением, ничего случайного не существует. То есть, он видит общий ход вещей, видит направленность событий, его трудно сбить с толку, трудно ему, значит, выражаясь, значит, общественным языком, трудно ему впарить что-то, чего нет на самом деле. Им трудно манипулировать, то есть, он видит концептуальный ход вещей, видит направленность этих процессов. Вот. Это, что касается три единства, вот, это очень важный момент, я бы хотел заострить, сакцентировать на нём внимание. То есть, как показывает практика, люди, которые впервые, вот, соприкасаются с нашей информацией, вот, с такого уровня, наиболее сложным для восприятия является именно понять и, зафиксировать у себя факт именно управляемости глобального исторического процесса, управляемости всего и вся не случайности событий, которые происходят, взаимосвязи и взаимообусловленности. Это, как правило, наиболее сложно поддаётся пониманию и вызывает такие внутренние блоки у людей. Но если человек осознал вот этот процесс три единства, то что материя переобразуется по мере изменения информационно-образно-составляющих. Простая формула, но если применять её к разным отраслям знаний, к разным отраслям науки, то всё сразу встанет на свои места. Человек, по сути дела, получает целостное мировоззрение, с которым может входить в разные отрасли, в разные аспекты своей деятельности. Итак, теперь обсудим, как же, на каких приоритетах управляется общество, используя при использовании этого мировоззрения, либо при его сокрытии и, соответственно, вбрасывании вот этих вот абстракций четырёх ипостасных. То есть, обсудим приоритет управления обществом. Итак, мы выделяем шесть приоритетов, которые в качестве управления выступают в роли обобщённых средств управления обществом, а в качестве, значит, если ставится задача на поражение, на уничтожение какой-то общественной структуры, государственной, социальной формации, то данные средства будут уже являться не средствами управления, а следствием уничтожения, то есть оружием своего рода. Итак, на шестом приоритете у нас военное оружие, то есть это обычные воины в понимании людей, которые ведутся при помощи огнестрельного оружия, ракет, самолётов и пушек. Но в чём здесь особенность? Быстродействие, да, оно, с точки зрения эффективности, оно максимальное. То есть мы пришли, захватили какую-то страну, создали беспорядок, поработили население, но в чём сложности? Во-первых, нужны надсмотрщики, которые будут смотреть за людьми. Во-вторых, народ бунтует, партизанят, уходят в леса. То есть это неэффективно во времени и практика опыт показывает, что это неустойчиво по обратимости результатов деятельности. Поэтому гораздо более эффективны в современных условиях воины холодные, информационные воины. Итак, на пятом приоритете у нас оружие генное. То есть это оружие, которое гораздо более устойчиво и которое по своему быстродействию оно достигается естественно сложнее. То есть необходимо больше времени, чтобы это внедрить в общество. Но по необратимости результатов, по характеру воздействия на последующее поколение, это оружие, этот приоритет гораздо более эффективен. То есть под генным оружием подразумеваются такие средства массового поражения, как алкоголис, содержащие вещества, табак, наркотики, добавление к пищу геномодифицированных продуктов. То есть все те вещества, которые оказывают разрушительное негативное влияние не только на текущее поколение, но и на последующее поколение. Также здесь можно отметить такой вид оружия, как терегани. Я думаю, все уже наслышны про этот феномен. То есть это так называемый эффект, который наблюдается в так называемой пропаганде, сексуальной революции, раскрепощенных отношений близких. И он выражается в том, что качество и соответственно целостность будущего потомства во многом определяется, сколько партнеров имела мать перед тем, как родить ребенка. Сейчас это получает особую актуальность, так как в частности на телеэкранах вы можете в СМИ видеть пропаганду оголтелой свободной любви и прочих всяких бредовых вещей, которые на самом деле не являются каким-то посылом для изменения нравственности. Это в первую очередь посыл управленческий, то есть это именно оружие, которое делает людей управляемыми. Тут про влияние алкоголя я не буду пояснять, я думаю все уже слышали про то, что он приводит к обмиранию нейронов в мозге, соответственно человек теряет способность к анализу, просто теряет способность воспринимать и адекватно оценивать события, которые происходят в мире. Это что касается генного оружия, я думаю здесь все ясно. Следующий приоритет экономический, это один из основных, один из ключевых приоритетов воздействия на общество, это использование института кредита, судного процента, не секрет, что у нас все государства кому-то должны, но кому должны непонятно, они должны над государственной структурой, международным кредитным организациям, которые курируют банковскую систему каждого государства России, не исключение. То есть наш банк не является государственным, он по сути дела частная лавочка и при помощи института кредита идет контроль над экономикой, то есть всем известно соотношение уровень ВВП, повышение ВВП в годовом исчислении и процент ставки рефинансирования. То есть если, к примеру, тот процент, под который выдается кредит коммерческим банкам, он больше, чем повышение уровня ВВП страны, соответственно, страна будет вгоняться все больше и больше в долги. То есть либо растягивать этот долг во времени, либо расплачиваться своей собственностью. Таким образом, попадает фактически в рабство. Про экономический квалитет я хотел бы добавить еще несколько слов, так как это очень важная составляющая нашей жизни. Начать хотел бы я с цитаты для всем пресвестной Маргарет Тэтчер, экс-премьера Великобритании. Выступая на заседании Американского медициного института в ноябре 1991 года, она сказала следующее. Советский Союз это страна, представлявшая угрозу для западного мира. Но я говорю не о военной угрозе. Ее в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею ввиду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию обращая ваше внимание моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валово-национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы с СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у них внутренних трудностей. Это цитата из речи Магера Тача, 1991 год. Экономический приоритет в действительности на самом деле является очень непростым. Вот начало вообще развала или становления любой формации она начинается именно с воздействия на этот приоритет. Вот обратите внимание. Если взять среднестатистического нашего человека под нашим я понимаю любого гражданина бывшего Советского Союза уровень его образованности подготовленности и так далее вы все согласитесь с тем что он на порядок даже на несколько порядков выше чем уровень подготовленности я имею ввиду по образованию выше среднестатистического западного человека. Но при всем этом наши люди почему-то в тех или иных местах может быть чувствовать себя не совсем уверенно или проявляют недостаточно творческих способностей хотя заложены очень большие способности вот на наш взгляд или на мой субъективный взгляд это связано с демографическими обусловленными потребностями если у человеку некого гражданина обычные потребности удовлетворены то есть он не думает о даче о машине об одежде и прочих вещах то разум его чист умысл его чисты и он проявляет себя по максимуму вот это что касается экономического приитета можно продолжить Саша спасибо итак по экономике по экономике я думаю все понятно здесь в принципе все говорится открытым текстом нашими так называемыми партнерами политическими то есть следующий приоритет фактологический он по необратимости своих результатов еще более устойчивый то есть что подразумевается под фактологическим приоритетом это вероучение идеологии фактологии различных знаний и здесь используется классическая вот такая манипулятивная обманная схема то есть есть определенная истина которая скрывается она надежно скрыта и используется для управления она герметична есть определенная ложь которая вот вбрасывается в информационное поле страны которая разделяется как правило по двум углам на две лжи для того чтобы было удобно разводить общественное мнение и вот маятник непонимания общественного этих процессов он вращается мимо этих двух лжей а истина соответственно даже не входит в круг понятий какой можно привести пример ну вот когда во время холодной войны как навязывалось во время перестройки то есть вам либо план выбирать либо рынок соответственно как сказал нами истина она состоит не в том чтобы выбрать план или рынок а в том что определенные отрасли народного хозяйства должны регулироваться государством то есть тарифная политика тарифы естественных монополий многие другие сферы а определенная сфера предпринимательской деятельности наоборот должна быть основана на общественной инициативе на инициативе граждан соответственно этого никто не говорит то же самое и с вероучениями да людям предполагают две формы по сути дела атеизма то есть истина состоит в том что как я сказал существует иерархически высшее объемлющее управление которое с нашего уровня непознаваемо и доказательства пребывание да его могут быть получены только самим человеком по ходу его жизнедеятельности то есть случай да случай это псевдоним Бога когда он не хочет подписываться собственным именем то есть необходимо грамотно по совести взглянуть на свою жизнь и соответственно там вы найдете и доказательства и ответы на ваши вопросы о существовании высшего объема управления а ложь состоит в том что людям предлагается выбрать из двух из двух вариантов первый вид это материализм материализм идеалистический то есть предлагается выбрать из различных конфессиональных вероучений которые в принципе утверждают наличие Бога как надмирной реальности но предлагают идти либо в церковь либо пожалуйста в ничей то есть отсылают людей к посредникам и отсылают их не просто так а с изучением определенных догматов определенных так называемых Богов вдохновенных писаний в которых содержится очень много от себя но этому у нас еще будет посвящено отдельный семинар сейчас я не хотел подробно на этом останавливаться но тем не менее людям предлагают общаться через посредников это материализм идеалистический второй вид материализма это материализм атеистический то есть пожалуйста заявляется прямо что человек это венец природы ничего надмирного нет а если ничего надмирного нет то зачем тогда к чему вы стремитесь какой образ вы держите в голове во имя чего вы живете духовно развиваетесь к чему вы идете возникает тут же вопрос то есть это вот пожалуйста философия марксизма так называемый материализм теоретическое утверждение о том что человек это единственный венец цивилизации что оба этих утверждения ложные и вокруг них раскачивается как здесь показано маятник общественного непонимания еще один классический пример это те дебаты которые вы можете наблюдать сейчас практически на всех телеканалах в эфирах средств массовой информации то есть предлагается определенная проблема приглашаются представители диаметрально противоположных точек зрения и вот зрителей восторженно аплодирующих этому поединку или там какие-то да пожалуй их много их везде можно любой может привести кучу примеров то есть фактически людям предлагают принять ту или иную точку зрения и когда и ведущий если там будучи там хорошим настроением он может снискрительно улыбнуться и сказать что ну никто не победил истина где-то посередине то есть предлагает золотую середину опять лжет да то есть истина по сути дела правильный ответ на этот вопрос он лежит вне рассматриваемой категории то есть не входит вообще в круг рассматриваемых понятий а предлагается выбрать из двух лжей и соответственно если выбор не сделан да то есть примерно поровну поделились голоса утверждается якобы истине по середине то есть опять ложь да вы это можете подтверждение моим словам найти легко пожалуйста посмотрев включив просто телевизор итак следующий приоритет после фактологического это приоритет хронологический еще более действенный по необратимости своих результатов вот хронология и история то есть в чем суть приоритета он позволяет видеть направленность событий и явлений то есть не секрет что в истории многие процессы они носят такой циклический характер технологии меняются по своей форме но по сути по содержанию они в принципе вот как я сказал основаны на наработках технологических на тех манипулятивных техниках которые разработаны вот в древнем Египте еще и на автопилоте вот они обкатываются на протяжении всего глобального исторического процесса и правильно анализируя вот эти отрезки исторические правильно анализируя деятельность различных исторических деятелей адекватно мы можем решить как нам поступать сейчас то есть можем спроецировать вот те процессы о которых мы имеем адекватное представление на сегодняшний день то есть пожалуйста ситуация значит перестроечная она также может быть значит спроектирована на ситуацию начала века ситуацию начала 17 века то есть можно было правильно если к этому к этому подойти можно было много избежать многих ошибок но именно поэтому предпринимаются такие вот усилия значит отдельными неполне сознательными товарищами чтобы эту историю сфальсифицировать то есть представить в неадекватном виде ну в удобном для себя для носителей определенной концепции именно значит из-за осознания как я сказал вот этой вот концептуальной над государственной властью действенности этого приоритета и предпринимаются вот эти попытки различные очернить и изменить нашу историю последний из таких попыток пожалуйста озвучено нашим президентом в 2010 году так называемый курс на дестернизацию то есть совершенно малопонятный значит ход но тем не менее заказ значит сверху структур вот на полностью в научном сообществе нивелировать роль вот сталинской значит сталинскую роль в построении действительно справедливого государства сталинской феномены снижения цен на продукты и его методы хозяйствования внедренные и обкатанные вот в экономике Советского Союза и создан определенный заказ да сверху и соответственно этот заказ он отрабатывается и на самом деле это все было иначе да на самом деле все эти излюбленные либеральные темы если их более глубоко рассмотреть они пристают совершенно ином свете но их не выгодно преподносить да объективно выгодно их перевирать потому что на этом можно заработать да это оплачивается хорошо вот что касается хронологии и последний приоритет это самый действенный как я сказал обкатываемый уже не одно даже тысячелетие да потому что последняя попытка вот озвучивание того что мы называем вот триединством да она была предпринята значит еще в тысяча еще в 1385 в 1885 году если не ошибаюсь фараоном значит хнатоном да религиозной его формы который попытался внедрить ознакомить своих подданных с истинными вот истинными доминантами бытия но он был соответственно смещен да в итоге и на протяжении вот этого времени начиная с 1400 века до нашей эры вплоть до наших дней обкатывается вот этот вот мировоззренческий калейдоскопический идиотизм внедрение людям при помощи СМИ на разных этапах образования в первую очередь да потому что как сказал еще Черчилль то что школьный учитель обладает гораздо большей властью чем премьер-министр Великобритании и вот на разных этапах происходит внедрение вот этого калейдоскопического мировоззрения когда человеку преподносятся события в мире как не связаны между собой как разрознен набор фактов пожалуйста далеко ходить не нужно просто включите голливудские фильмы не просто для того чтобы там развлечь себя посмотреть а просто прислушайтесь к содержанию текстов которые говорят актеры которые воспринимаются с зрителем в том числе на подсознательных уровнях психики там ясно говорится что мы всего лишь пешки в меняющемся мире смирись ничего сделать нельзя мир меняется мы ничего поделать не можем ну соответственно это десятилетиями происходит навязывание обработка сознания и человеку очень сложно прийти к вот этому вопросу взаимодействия всеобщей взаимовложенности взаимообусловенности процесса собственно говоря по приоритетам управления это все есть вопросы и в целом собственно говоря в целом все что есть вопросы к Александру может быть сейчас какие то вопросы у них потом можно будет комментарий просто хотел спросить сейчас у меня есть вопрос меня очень интересуются отношения понятия космоса и хаоса как вы рассматриваете категорию хаоса потому что космос это как раз и есть организованное время и пространство хаос во первых хочется добавить что опять же в космосе так же не существует ни у кого пустого внести еще пространство времени как не существует в принципе никакого хаоса в природе все вот эти в том числе теории экономические которые продвигаются через авторитетные международные организации так называемая теория экономического хаоса порядок из хаоса саморегуляция все это мифы то есть все это грамотно используется для манипулятивных тех внедрить человеку миф так называемый порядки из хаоса то есть то что есть процессы которые не поддаются управлению это ложь то есть даже природные процессы природные катаклизмы которые происходят сейчас на нашей планете они все абсолютно управляемы и в том числе компетентные люди даже вот пожалуйста я вот приведу пример если отвечаю на ваш вопрос более развернутым из последних например цунами в Восточной Азии в прошлом году или в позапрошлом пожалуйста какое это вызвало волну пожалуйста соболезнование волну по всему миру информационную на самом деле любой разбирающийся в теории колебаний инженер даже начальный уровень он вам скажет что волна период колебаний который и амплитуда не угасает по прохождению такого участка определенного она не может родиться в результате землетрясения то есть произошел управляемый подводный возрыв ядерный то есть это была специально организованная спланированная акция как и недавняя авария на АЭС в Фукусиме которая преподносится как случайность землетрясение случилось сейсмическая зона ведь она она была это все было учтено в постройке пожалуйста очередной пример то есть при кажущейся случайности хаотичности этих всех ситуаций при ближайшем дальнейшем рассмотрении оказывается что ребята не все так случайно то есть тоже спланирована акция определенная определенные силы люди за этим стояли естественно но преподносится как просто набор фактов случайно сэш но у меня знаете как он является ли вот эта система управления вы ее рассматриваете только на социальном уровне потому что если мы выходим на уровень космогонии тогда мы должны говорить об идее бога в целом или вы не ставите такой выход то о чем мы говорим те предельные мировоззренческие обобщения та теория управления которая вытекает из этого о которой мы будем о чем мы будем говорить это в принципе инструмент междисциплинарного общения то есть в принципе понимая и взяв на вооружение это мировоззрение и дальнейшем изучив достаточно общую теорию управления которая разработана можно без труда входить в разные отрасли знаний пожалуйста опять же идея бога то же самое то что я сказал мировоззрение оно по сути дела богоцентричное то есть в центре мы ставим именно иерархически высшее объемлющее управление то есть мы утверждаем что оно есть но оно с нашего уровня иерархии жизни как я показывал на слайде оно непознаваемо в принципе можно к этому идти то есть главное это держать в голове образ и соответственно формировать целеполагание вектор то есть мы ставим мы заявляем о том что соответственно концепция общественного устройства она должна в себе содержать целеполагание главное то есть возможности постоянного духовного развития человека приближения человека к этому абсолюту образу через реализацию генетически его генетически значит его предопределенного потенциала то есть реализацию своих способностей в обществе себе подобных таких же людей на пути к постоянному духовному развитию то есть мы заявляем именно концепцию устойчивого развития которая идет через реализацию человека генетически обусловленных его способностей его потенциала все в принципе не так сложно то есть получается моя точка устойчивости это потенциал моих возможностей и реализованных и не реализованных то есть как я могу вот чтобы система не манипулировала вот я имею ввиду вот этот момент как я выхожу в пространство так скажем свободы или тогда нет и нет свободы весь мир и вся структура общества они тоталитарны вот исходя из этой системы управления нет вакуума нет пустоты все абсолютно запомнено все структуры управления как я уже сказал они вот имеют общие корни если рассмотреть это все это идет оттуда то есть пожалуйста техники были обкатаны в Египте дальше все это распространилось по миру сейчас мы имеем то же самое и мы-то утверждаем что процесс это управляем и человек может управлять этим процессом управлять своей жизнью построить общество в котором он хотел бы жить то есть но на других принципах принципиально отличающихся от декларируемых сейчас то есть принципы личного развития постоянного духовного в первую очередь человек берет в основу своего существования смысл постоянно что он это делает через реализацию генетически обусловленного своего потенциала которого он способности он имеет какие-то и он их реализует в обществе соответственно помогает другим людям также реализовывать я понимаю но если мы находимся в системе тотального управления вы же правильно понимаете вот это вот парадокс понимаете вы вспомните Эхнатона он ведь тоже он сам захотел он сам к этому подошел к этой идее Эхнатона монотализм но как система все это повернуло и вывернуло чтобы до 30-х годов 20-го века вообще не знали о существовании Таллиамарна и этого периода оно было забыто фактически оно было скрыто надежно оно не было забыто вы абсолютно правы поэтому именно в чем основная задача на текущий момент состоит людей которые понимают направленность в процесс в том чтобы общественной инициативой никто это не сделает кроме нас именно общественной инициативой продвигать вот эти знания соответственно создавать кадровую базу которая в будущем возглавит в сложное кризисное время потому что мы идем мы идем не туда мы идем это все выглавы он не создал команды он был парень но он не создал команды а у него была только его жена верный сарай для того чтобы действительно получить устойчивое мировоззрение мы абсолютно уверены в том что это во-первых все связано с формированием образов и Эхнатона именно учение Эхнатона не прошло потому что Эхнатон не смог как вы совершенно верно заметили сформировать нужные образы вот что сейчас делают через ценовидение через СМИ через прочее они формилуют образы мировоззрение это и есть система образов ну не мне вам объяснить вы это знаете система образов и которые как вы сказали выше отвечают право и повышают те кто управляют этим миром на государственном уровне они снимаются тем что они формируют эту систему образов мы предлагаем вот на данном семинаре цель нашего семинара представить в качестве первичных предельных обобщений потому что всегда есть некие первичные образы у любого человека во вселенной есть первичные предельные обобщения в качестве материи энергии пространства и времени мы предлагаем правильное представление о чем говорил Кушкин, материя, меру и информацию. Вот если у человека мировоззрение формируется на этих первичных предельных общениях, то как бы ни изменялись внешние обстоятельства, центр координат мыслительной деятельности абсолютно любого человека, в том числе общества, оно остается устойчивым, не меняется. Вот нас буквально, советское общество, сломали именно благодаря этому механизму, именно благодаря вот этому, с помощью этого инструмента. Есть вопросы? Да. Вот, скажем, с этим совсем можно согласиться, но самое все сказанное, значит, вроде бы поясняет с одной стороны на Краснодаре, но в другой стране возникает, порождает дуйну вопросов. В частности, вот, самый постой, то, что вот памфос сегодняшнего разговора, это против либеральной идеи, идеологии, ну и там можно это, например, либерально-экономически, организационно-социально и так далее и так подобное. А как вот людей, которые смотрят с другой позиции, в частности, наши собрания, как можно назвать? Мы не либералы, а кто? Мы, по крайней мере, сами называемые себя людьми, которые... Люди, такая сунгава его может быть. Поэтому нужно очень четко определить за собой себя. А вот, если не либералы, да-да-да, такие-то типа, что мы? Самые идентификации. Да, вы предлагаете идеологическую окраску. Нет, зачем? Вещь должна быть названа. В Карамчаге перед имя, любой предмет, самым словом обозначен. Иначе мы будем гулять в образе, в образах, и мы не так ни для чего не догадываемся, не перейдем от образов к действию. А ситуация, которая сейчас складывается, сложилась в ней, она каким-то действием поскольку. А вот мы, которые собираемся, решаем такие интересные вопросы. А кто мы? Антилибералы, что-то в лучшем случае сказать. Нет, борьба против явлений – это, как правило, лучшая реклама этого явления. Мы предлагаем альтернативу. Самый действенный способ – это предложить альтернативу, и тогда то, против чего мы боремся, оно будет просто изменено из-за ненадобности. То есть борьба против каких-то моментов, она по факту является лучшей рекламой. Да, да. Альтернативы тоже бывают разные, поэтому тут кто-то тоже, поэтому… Например, скажем, в своем институте, так сказать, я твой слово «потреблюсь» поверить на сферное дело. Это влияет на жизнь, и на жизнь, и вообще, широко в смысле слова, на человека, единичное, на человека как собирательного образа всего человечества, природы и космоса, как закономерно устроенного в этом мироздании. Ну, например, скажем, многие самые живущие, работающие в Сенахедерусе как себя называют ностерологом. Который вот, например, рассуждает, как вот, скажем, я не полностью, каждой патрус, которую мы слышали, но я думаю, что вот Александр Иванович Субетта, который, так сказать, мой у нас главный идеолог в этом самом институте, и скромополярная категория еще кое-кде, над его идеей приняты, он бы с вами подписался практически под каждым вашим словом, потому что только это наши, наши и мы ваши, мы с вами фактически ностерологи и есть и ноосферисты, как угодно, так сказать, можно новую сферу обыгрывать. Вот мы и стараемся, Валерий Николаевич, привести к единству. К общему знаменателю. Да, образу. А для того, чтобы действительно, вот вы насчет идеологии совершенно верно заметили, вот, странным делом, вообще, странным фактом является то, что вот больше двадцати лет, да, мы после Советского Союза уже живем сколько? С конца девяносто первого, уже двадцать первый пошел год. Общество до сих пор не выработало никакой идеологии, причем ни в России, ни в остальных пятнадцати советских республиках. Ее нет. И вот если задаться вопросом, вот отдельный индивид, он, да, он может прожить без идеологии, свободно. Ему идеология не нужна. Но обществу идеология просто необходима. Мы открываем тринадцатую статью Конституции Российской Федерации, и читаем, никакая идеология не может быть принята. Не может быть в качестве, да. Да. Флюоризм, что хоть, что и говорим. А кто внес такую поправку? Наши товарищи за океаном. Об идеологии и идеологии. Как в самой определенной системе идеологов. Или как в самой обществе конструкции. Именно речь идет. А что касается либералов, я вам вот последний номер аргументов и фактов я принес специально. Тут на второй, по-моему, да, вторая страничка. Значит, статья от Юрия Кублановского. Я думаю, что многие его знают. Это человек с либеральными воззрениями. И он пишет... Статья вышла под таким названием. Есть ли власть за семью? Почему на госканале ТВ сериалы проституты? То есть это крик, можно сказать, либералов против той же самой системы, которую либералы сами и создали. Да, доведенная до абсурда. Да, доведенная до абсурда, практически, получается. Поэтому мы уверены в том, что тот путь, который определили люди, определенные люди в начале 91-го года, он не для России и не для, я бы сказал бы, бывших советских республик. Ну, насчет Прибалтики я не скажу. Путь капитализма. Слово слово капитализм. То есть общество, которое живет ради капитала. В центре которого стоит капитал. Оно в корне отличается от самого слова социализм, социум. То есть это неправильный путь. То есть путь, который не подходит для общественного сознания людей, которые живут хоть на территории бывшего Советского Союза. И мы абсолютно уверены в том, что сейчас, уже в настоящее время, потихонечку идет процесс реинтеграции. И цель, вот одна из целей наших семинаров, это способствовать вот ускорению этих самых процессов. Объединению сначала на уровне мировоззренчества, потом на экономическом приоритете, потом общие политические, военные интересы и так далее. Можно мне продолжить? Да, пожалуйста. Потому что, ну, это еще известно со времен Платона и Аристотеля. Да, давайте я представлю. Это Ирина Владимировна Горина, кандидат философских наук, человек Санкт-Петербургского философского общества, которое входит в российское философское общество. Спасибо большое. Да, что демократия – это одна из самых неустойчивых форм правления и управления. Да, над чем билась вся античная Греция, вся история античной Греции, приводя вот к этой золотой середине. Потому что демократия, она основана изначально на очень высоком уровне сознания, самосознания человека, вот то, о чем мы говорим. И человек должен понимать демократии, в какую систему управления он входит. Он должен, все равно должно быть развито миропонимание. Не только мировоззрение, которое у нас есть у всех, мировоззрительная картина мира. Но вот этот момент миропонимания, там, где я высказываю и вербализую свое мировоззрение, там уже участвует мысль. Так вот, демократия, она существует только, если есть мыслящий субъект. Все равно, так или иначе. В противном случае, она превращается в демагогию. И этот срыв происходит моментально и очень быстро. Извините себя. Он происходит моментально и очень быстро. И поэтому в древней Греции, но это тоже известный факт, что допускались голосования у мужчины, достигшего возраста Акме, которым уже было около 40 лет. Что это был за мужчина? Это мужчина-воин, это мужчина, имеющий семью, и имеющий детей, и имеющий собственность. Только тогда он может нести ответственность за весь социум. В противном случае возникает фигура демагога. Демагог, который посредством софистики, очень хорошего выдавания, как раз желаемого, действительно, искажается до формы лжи, он зовет за собой народ. На любые там шествия, на любые социальные акции, на любые разрушения. И демократия в этом случае, она действительно представляет из себя форму правления, когда к власти приходит человек через, ну так скажем, демагогические розумки, посредством народного мнения, мнения, но не знания. Да. И в этом отношении, и тот же Платон, почему он пишет тему государства. Вот это очень важный момент. Там не только вот эта элитарная идея провозглашается, кстати, она очень похожа на систему правления, как и здесь, на вопрос, кого мы воспитываем. Мы воспитываем гражданина. Вот этот мыслящий гражданин, несущий, способный нести ответственность, да, он очень важен для демократии. На посттаталитарном советском пространстве мыслящих субъектов раз-два и обчелся. Мне вам это рассказывать, потому что, к сожалению, мыслительная культура, она требует вот этой свободы образования, университетского образования, универсалистики, да, свободы, свободы творчества, свободы миропонимания личного, уединенного. И вот то, что делает Пушкин, да, допустим, в домике, в колонии, я приведу как пример, он совершенно правильно переводит Янг в октаву, потому что, переводя в октаву, мы задаем не просто информацию, ниже, вот нижний слой любой информации, это ритм. Вот должен быть, неправильно вот там был сюжет, был слайд, когда мы собираем картинку из пазмы, вот должен задан быть ритм, ритм расположения предметов в пространстве, да, и это то, что вводит еще Пифагор, все из число, все из число, почему? Потому что определенный набор предметов, и не только предметов, но и расставленных. И в этом отношении, да, любая форма, которую мы имеем, она и есть суть космоса внутри себя, потому что задана точка устойчивости, от которой мы можем мерить право, лево, вверх, вниз. Мы задаем не иерархию управления жестком, вот я против этого, а мы задаем ритм звучания, вот эту гармонию сфер, на которую впоследствии выходит Гераклит, а может быть они и одновременно с Пифагором выходят параллельно, о том, что красота есть динамическое равновесие противоположностей. Не исключение добра и зла, оно всегда будет присутствовать, там тьмы и света и так далее, потому что мир дуалит. Но вот этот ритм, да, который собирает форму, не разносит ее и не разрушает, а именно собирает. И правильно, организованный хаос, то, что мы видим в Сирии, в Афганистане, то, что мы видим в Ираке, на уровне Советского Союза мы все это пережили, это внесенный организованный хаос, он разносит, собственно, вот эти космические, да, солнцемные связи, а после разрыва связей уничтожит ту же самую возможность иметь собственность, иметь свое собственное, ну, мышление, это мы, в общем, такое достаточно, имели, на мой взгляд, не свободное, а управляемое, да, как раз построено было по принципу жрецов древнеегипетских, а что нам говорили, так мы и верили, в общем-то, право на собственные мысли имели немногие. Ну, мы получили, да, мы получили этот опыт. Но, смотрите, как сейчас, разрушая национальное государство, наднациональные корпорации и элиты, они не могут его организовать обратно, ведь не введен порядок, ни в линии, не установлен хоть какой-то порядок, чтобы он упорядочил какой-то социальный космос. Почему? Потому что выгодно людей же держать в таком состоянии. Да. Потому что мы живем в эпоху олигархического капитализма и империализма еще никто не отменял. В борьбу за колонии, если раньше, вы помните, в 19 веке у нас Англия несла цивилизацию слаборазвитым народом, то теперь у нас США несет демократию, да, есть. И в этом отношении вот этот алгоритм, он не меняется, и он крайне примитивный. Я согласна с вами, да. Вопрос упорядоченности, значит, приоритета. То есть Америка как страна, которая юридически, я еще раз подчеркиваю, юридически избавилась от рабства, законодательно запретила ее рабство, только в 1965 году, то есть не прошло даже, сколько, даже 70 лет не прошло, оно задает свои приоритеты, свои, как говорится, алгоритмы управления всему миру. А если задаться вопросом, а имеет ли эта цивилизация, которая совершенно недавно избавилась от рабства, то есть у них расположенность этих приоритетов совершенно другая, иная, чем у нас. У нас вообще нет рабства. То есть мы в истории Руси, по крайней мере, я вот, насколько я изучал. В пиках своего развития в XVIII веке его можно сравнивать. Да, но я бы не стал его с рабством сравнивать. А в Америке рабство уже после середины XX века они избавились. Но все-таки официально это во время и после гражданской войны, а другое дело, что сохранялась сегрегация, то есть вот эти вот остатки рабства, так сказать, особенно в Южных Штатах, это до 60-х годов. Рабский труд применялся, использовался, даже после запретов, по некоторым данным, некоторых традициях, еще до сих пор. Некоторое время применялся рабский труд, использовался рабский труд. И потом очень серьезная вещь, потому что в системе, мы об этом говорим как, что человек для другого человека он должен быть с целью, а не средством. То есть мы живем на самом деле в ситуации миропонимания, когда человек средство для другого человека, я посредством его приду в власти, я посредством его получу образование, и тогда мы врываемся вот в это общество от потребления, от тотального потребления, услугами становится медицина, услугами становится образование и так далее. То есть все является средством, но средством является и сам человек. А если мы задаем, что человек – цель для другого человека, то в этом случае, допустим, я как учитель, как преподаватель, для меня цель учили, это его знания. Да? Но знания не механически полученные от меня, а усвоенные им. И мера усвоения им его же знаний – это выражение его души. Я же не могу полноться знаниями. И в этом отношении это другая система, абсолютно правая, альтернатива. Там достаточно менять человек для человека средства, или человек для человека от семьи. И звучание меняется тут же. И человек становится сразу же открытой системой, а не замкнутым сам на себе, на моем «я», которое я должен позиционировать, презентировать в мире, как можно с выгодной стороны, чтобы быть полезным кому-то, да, чтобы меня взяли на работу. И вот на этом построены все костюмы. Я тебя должен показать сутобную сторону. Я должен войти в состояние лояльности по отношению к системе, на которую, допустим, я вхожу. Да. Система не терпит моего, моей свободы, моих суждений. То есть я должен войти в формат. Да. И этот формат не звучит нам так. Не звучит лучше, даже меньше, чем я. В этом отношении, мне кажется, вот ритм, мы живем в дискретном мире. Мы живем вот в этой разорванной мелодии. Мевики, так называемой. Да. И поэтому мы не можем связать причину, пускай, с результатом. И мы не можем связать наши задачи с целью. И в итоге, ставя задачу, мы приходим к совершенно нею цели. Потому что она все поправлена. Мы неправильно звучим. И этот домик в Коломне, примитивнейший сюжет, точно так же, как у Евгений Анигин. Но писать о современниках, где все друг друга узнавали, это банальность. Но он построен так, позвучивно, что ты выходишь куда-то уже за грани. Да. За грани того, что задает Кушкин, потому что за этим открывается космос. А космос, я вам напомню, древнегреческая философия, это сфера, это шар. Абсолютно устойчивая фигура во всех средах. Он может катиться без воли, он может подняться в воздух, он может держаться на воде. И в этом случае точка, не зря древние греки искали вот это первоначало, себе надо найти, вот эту заданную точку устойчивости, через которую ты можешь создать свою внутреннюю форму. Вот, если хотите, соотношение внешненное внутреннее, вот это пропадает. Да. Красота, которая измеряется, с одной стороны, образом, а вдруг, потому что космос, космос, чувственно постигал во внешнем форме и образом, и в то же время, он умостигал, на уровне понятий, на уровне определений. И в этом отношении, он задает упорядоченность. Но, в космосе, древние границы, время идет по кругу, оно циклично. И оно возвращает человеку, как самому себе. Через ситуацию он возвращается, как самому себе. Через мир он возвращается, как самому себе. Через систему. Вот такое обсуждение. Да. То есть, звучание созвучно. Да. Можно звучать, но немножко упусти. Это вас вот очень прекрасно и вдохновляет. Мир относится с надеждой и так далее. Но, насколько я сам понимаю, они знатоки, самые классические в нашем времени, но они уже до современного мира уже вынесли приговор. То, что в современном мире правит дьявол. То, что мир облечен. Мы ждем сон в того пришествия места, и так далее. Только через апокалипсис, через очищение, и так далее. Но это будет грандиозное, нечто такое катастрофическое, по сравнению с которым японские дела, фокусивные, все прочее. Это детские игрушки. Как-то получается, вроде, вроде мы безнадежное положение находимся, даже с точки зрения больших мудрецов. Они тоже размышляли, они, так сказать, просто о том, что нам не поразмышлять, не смотрели на реальную жизнь, на какие ходы так себе предпринимались, начиная от тренировки римских колен, кончая с современными мирами, какие проекты в будущем рассматриваются. А вот у нас на сегодняшний день, особенно в мире управляемого хаоса, как мы уже употребляем с большей рядом, где правит капитал, такой большой, могучий, интернациональный и даже персонифицированный в определенных таких лицах и даже другах. Так-то надежды особенно не видно. А кто же вот это все остановит-то? Ну, красиво можно, значит, красивое какое-то братство красивое по отношениям организовать и поддерживать его. Ну, так и в Великой Греции, и в американских колониях, там, сам пытались построить общество, коммуны в хорошем, классическом понимании о том, все кончалось и хорошо. Откуда у нас такая уверенность по сравнению с кем-то, что все-таки добро просто существует и здравый смысл в конце концов мир очистится и все гады получат по заслугам. Уверенность есть. Уверенность есть. Есть образы конкретные того общества, которое мы создадим в итоге. Уверенность есть. Главное, в первую очередь, это выбрать определенный вектор развития и объединить, создать определенную объединяющую людей идеи. На определенных принципах объединить общество и сказать, мы заявляем о таком векторе развития человеческого общества, о таких ценностях и о такой концепции, соответственно, которые будут выражены. А можно я вам скажу? Выражены. Отвечу на ваш вопрос. Потому что, да, это вот то, что я сказала, это такая, может быть, красивая картинка, но, действительно, реальный мир, это мир тотального конфликта и кризиса. Но если кризис, да, от чего он возникает? Ведь само слово кризис, то же самое древнегреческое, это вопрос, я сужу, я нахожусь в состоянии выбора между добром и злым. И в этом отношении человек изначально кризисовое существо, изначально с момента своего появления и своей мыслительной деятельности. И даже с момента появления нас на свете, мы, как только включается сознание, мы постоянно делаем выбор. И, конечно, в состоянии выбора ты неизбежно вступаешь в определенные отношения, и отношения не только сотрудничества, но и конфликта. И я здесь абсолютно права, что надо задать вот эту бытреннюю точку устойчивости на уровне каждого из нас. А вот то, что вы говорите о религии, давайте возьмем, изучала апокалипсис, да, библейская история. Вы же думаете, что в начале Адама и Ева вы жили в раю. Да? Что такое рай? В раю не было времени и пространства. Рай – это некое внепространственное состояние абсолютного единства с Богом. Далее они отпадают из этого и выпадают через перепадение вот в эту историю, где и начинается время и пространство. И вот это изгнание из рая, это изгнание как раз фотоэффектологическую историю. Это тоже можно рассмотреть. Там, где присутствует самый главный грех – это смерть. Смерть – то, что нас разъединяет. И, собственно, вот само построение культуры, идея построения культуры – это попытка выхода, вот нахождения то, что не разрушается временем, то, что сильнее времени. Потому что, конечно, каждый из нас – мы заложники временем и пространства. Потому что мы живем смертным телем. И вот, если возвращаясь к этой истории, опять же, апокалипсис, да, страшный суд, мы в христианской технологии, вот, время, оно не идет по циклу, как в Греции, оно идет по средневековой модели, от грехопадения до страшного суда, через рождение Иисуса Христа спасителя. И это любопытный момент, потому что, оказывается, чтобы погубить мир, должно быть достаточно мужчины и женщины. Не надо много человечества. И то же самое, когда мы читаем Новый Завет, не надо всего человечества. Достаточно Девы Марии и Иисуса Христа. То есть, их двоих на самом деле. то есть, то есть, в этой, и возвращаясь к Ахнатому, смотрите, ведь они были в память, с Нефертити, и они попадают вот в эту точку устойчивости, но если хотите, Атому. Да. И система их подминает и уничтожает, но искусство достается, создается живое, которое мы теперь знаем, что это было. и его поэзия, и его красота, и, в общем-то, само понятие богатства. Да. И вот в этом есть точка устойчивости. И есть понятие времени не только как хронос. Мы живем в хроносе. Прошлое, настоящее и будущее. И мы живем в постоянном дискретном мире. Причем, как говорим, вот да попасть в свое настоящее практически невозможно. Потому что мы живем либо либо прошлыми событиями, либо иллюзиями будущими. Вот где ты в настоящем? Вот как тебя найти? Вот в этой системе это очень сложно. Да? А есть время другое, не только хронологическое, а время кайроса. Кайрос – это точка встречи с самим собой и точка встречи как раз и в окалисе. Там, где, ну, если хотите, это очная ставка с Богом. Вот для Гритов это было время бытия. Вот когда ты встречаешься с самим собой. Точка встречи. И она и есть точка устойчивости. Вот эта заданность параметристики. Я думаю, что здесь есть неплохая идея то, что то, что сообщество, которое мыслящих людей, которые не могут размышлять над этим не альтернативой развития современного мира и мировоззрения. Здесь можно быть как. как раз таки в этом сообществе видим. Вообще, роль человека на земле участвовать в процессе управления. Потому что жизнь, она вся состоит из процессов. Везде процессы, верно? Человек пришел на эту землю не просто там поесть, удовлетворить свои потребности и уйти, а участвовать в этих процессах. то есть войти фактически в управление и в созидательное управление конечно. И сейчас вот в жизни цивилизации наступает в переломный момент. У нас никогда не было на земле в таком количестве, в котором мы сегодня, по крайней мере за тот цикл последние 7-9 тысяч лет известные для нас истории. То есть за какие-то сто лет нас стало от 1 миллиарда с лишним, нас стало в 6 раз больше. Сейчас с лишним населения перевалилось за 7 миллиардов. И при нынешнем уровне потребления становится... мы стоим перед дилеммой. Если мы дальше идем по этому пути и продолжаем также подтвердить, то по расчетам ученых в плане данной статье к 2030 году нам понадобится 22 планеты Земля. А к 50-му году 3 и больше. То есть фактически это уже скоро означает начало войны. Мы стоим... 90 миллиардами? Ну вот по нашему мнению спасение заключается только в единстве, в солидарности. А что касается... эконосуществом будет мы создадим колонии в космическом пространстве, у нас планет куча, мы заселен. Значит, насилием придется какой-то пиложить, правильно? Нет, никакого насилия не должно быть. Мир Крыжинский, известный собачьим сердцем, он так и сказал откровенно, что хаос или бардак, как я ему говорил, это в головах человеческих. То есть есть человек, есть бардак, есть хаос. Он попытался вывести человека, когда Шарикова превратил в собаки, пытался его цивилизовать, и породы в каком-то смысле человеческом, что-то зачарался и прибил. Может быть это единственный способ, кого-то надо будет ликвидировать, а не может быть всех. У кого-то. Злодеев-то, а что, они будут пришли? А кто будет определять? Я говорю, вот начинается. А кого-то надо лишить гражданских или каких-то прав. Вот было сказано. Например, в Греции не столько человек, который семьянин и так далее, и так далее, сама делала себя, сама, значит, гражданина. Между прочим, у нас только 50-е годы, вот 10 лет, можно сказать, с небольшим, на мужчин перестали брать налог за бездетность. Его социализировали. Вот с 18 лет уже, если ты без потомства, тебя налог 10%. Пока ты не женишься, не произведешь на свет, ты будешь платить сам эти 10%. А элементы брали, это сейчас бегают куда-сюда. Очень жестко с этим делали. Поэтому семья даже воспроизводилась, и человек социализировался не даже таким, вроде бы, примитивным, но очень надежным способом. А человек семейный, как не крутить, он себя ведет. И даже ответственность в него и перед обществом, и перед самым, и только своим собственным ближайшим. Что-то, наверное, с человеком надо делать. Надеюсь, что он просветлеет и все прочее. Вот он пока молодой, здоровый одно дело, по взрослому другому. Там его болячка замучили какие-то, голова на сторону поехала. А их миллионы, даже десятки миллионов. И даже по медицинской статистике, каждый десятый человек, это психический, неполноценный человек в разной степени. От чуть-чуть до самого асоциального типа, которые в разговоре живут и все считаются гражданами. И пошло-поехало. Значит, что-то с человеком, говорят, надо это сделать. Просто надеяться на его просветление, просвещение, опыт покорожного. В коем случае. Мы поэтому и объявили тему сегодняшнего семинара «Мировоззрение и миропонимание». Мы за формирование новой системы образов. То есть за образование, само слово, пообразование. Формирование новой системы образов. И мы уверены в том, что если и государство, и целое общество все возьмется за формирование новой системы образов, то очень скоро жизнь общества может очень круто измениться. Спасение мы видим только в этом. А кого-то уничтожать, кого-то оставлять. А переделывать они могут уничтожать. Переделывать. Перепрограммировать. А что мне больше будет называть перевоспитанием? Это как раз его полностью переделать. Сформировать новую систему образов. Совершенно верно. А это тоже определенное насилие. Задайте его ритм, музыку. Погрузите его в то же самое, в полизию, чтобы он больше читал. Вы вспомните, сколько у нас было литературы, чтобы мы их померли. Согласно, я. Я-то как раз учу вас даже эти вещи помню. Замечательно. Вот в Советском Союзе, да, очень многие сейчас критикуют, буквально за два поколения, можно сказать, что за три поколения. Ведь практически была безграмотность вся в середине от новых. Буквально за три поколения. Это на начальном этапе становление... Только везде, то есть вы безграмотность. Я уже вижу экономические цифры данные. Такого роста промышленности, какой мы, ну, наши деды и отцы наблюдали в начальном этапе развития Советского Союза, в мир просто не знали. Но это ладно, я еще оставлю на второе место, но... И новое социальное и интернациональное общество, и в значительной степени была создана советский народ, который в общем-то... Самое главное, творческий потенциал личности начал проявляться. Даниил Гранин, всем известный, он, насколько я помню, несколько лет тому назад он задавался вопросом, я говорю, не могу понять, начинает называть там фамилии, Горьков, Горьков и других. Посмотрите, какие фамилии, все они будут жили этого или прохиталитаризма. А сейчас, больше 20 лет и ни одной фамилии. Я говорю, не могу понять, в чем вы тут делаете, почему так произойдете. То есть, для того, чтобы понять, на самом деле, в чем дело, нужно разобраться, как следует, вот в этом периоде истории. А зачем нужны были эти ГУЛАГи? А кем они, на самом деле, были организованы? Почему сегодня мы на прилавках не видим книги Сталина? Зато в Майнкапфе мы можем подпить на буквально каждом углу. Легко можем достать. Это очень интересные вопросы. Потому что книга, на самом деле, является выразителем внутреннего алгоритма подсознания человека. Он в книге выражает свои подсознательные алгоритмы. И если действительно начнут читать Сталина, то люди уже начнут понимать, кем он был на самом деле. И что это был за период. Кто такие были меньшими, какие какие были большие. Но это уже отдельная тема. Да, и мы будем заберем период спектр. Возможно? Да. Я, в плане мира Божьего экономиста. Участник четырех конгрессов философских, трех российских людей, некрасавших всемирных философских коммерсов. Я бы хотел, прежде всего, поговорить о кризисе в самом интеллектуальном сообществе. Научном, российском и мировом тоже, в принципе, не так, как мы живем в России. И, прежде всего, не говорить о кризисе власти верхнего уровня. Вот за философию я пришел, так сказать, в лес куда буквально с 96-го года. Первое выступление в институте философии у меня было. И выводы по всем конгрессам участия. То есть и философия торгается обществом, в самой философии нет мощного интеллектуального искусства, нет заинтересованности, нет мозговых атак. После каждого конгресса круглых столов принимаются какие-то общие заявления такие, все разъезжаются, все-все-все. То есть вот этих предельных оснований, а кризис фундаментальной физики налицо. Вот недавно я познакомился, работа Ли Смолина, это неприятности в физике, кризис теории суперструн, струн и вообще что будет с наукой. То есть 30 лет в функциональной физике идет поиск вот этих предельных оснований. Философия отторгается, особенно отторгается, она нашими физиками. Вот я с докладом выступал, не выступал, а представлял доклад. В МГУ была первая конференция, основания, философские основания физики на МГУ. А сегодня я вчера разместил на сайте такой ДХ, ДЮ, МГУ. И там вот как раз к теме тоже. Суперпринцип. В ИЛЬТОЧИ симметрия или три единства. И мое, значит, просто двух искуплений там, тявками я его назвал, и научной дискуссией. Наверное, какой-то профессор, который модератор, ведет все это. Все это словоблудие в пургатуре. У них есть пургатуре. И туда. То есть они сидят не под фамилиями, не под званиями, не под должностями. Так же, как вот эта молодежь сидит. Они модераторы, они супер модераторы. Это работники МГУ. Ни обратной связи с ними нет. Это, будем говорить, светило наш форум, где надо высказывать идеи какие-то новые, давай. Я выбрасываю, значит, вторую свою. Вот то, что доклад я направлял в НГУ, значит, называется «Отнологический каркас мира». Меня допустили туда. Математики не допускали. А вот туда допустили, значит, организаторы были, неудобницы и физический факультет МГУ, и, значит, и философский факультет МГУ. Ну, вот посмотрю судьбу, значит, в пургатуре меня поместят, так, значит, на этом поле. Но, в принципе, меня не волнует это. Волнует меня то, что само положение, вот управление всей наукой и поиск нового знания в России, его практически нет. Нового знания бороться не надо с Америкой. Вот ракеты, есть у нас 50-100 ракет, все, достаточно. А вот что творится в нашей науке и заинтересованность самих ученых творить новое знание, вот это проблема. По предельным как раз основаниям и по три единства. Вот я и высказал, вот здесь как раз и вопрос. Вопрос и всем участвующим. А что является суперпринципом? Почему я на суперпринципы уходился? У Смолина, я как раз и прочитал, вот кризис фундаментальной физики науки и несочетания, квантовые механики, вот то, значит, то-то. То есть пять проблем в фундаментальной физике. И он говорил, нужен суперпринцип. Так вот этот суперпринцип, ему уже, я посмотрел, я начинал философский исследование два миллиона лет назад, как человечество шло и рисовал тревую сознание. Волны сознания, а начинал с вектора сознания. И, значит, вот этот принцип – три единства. Устроение мира. Не устройство – трое. Ну вот вы нарисовали трое, да. Все, дальше треугольник этот не сожнешь. Все, сразу переходит мышление на линейное мышление. Вот преодоление этого линейного мышления, мышление в оппозициях. Диалектику нашу любимую, сейчас ее затерли, а Запад ее вообще ненавидит. Это слава Богу, что нас вбивали вот в диалектическое мышление. Это единственная борьба. Совершенно верно. Не единственная борьба, а именно… Ведь Гегель, когда пытался нарисовать, а мы говорим об образах, он не смог нарисовать. Была нарисована после Гегеля что? Только спираль. Ну, спираль – хорошо, значит, она, да, в наруке есть. А задача – пойти еще до самых удаленных смыслоразличимых глубин. Вообще-то, сам предельно, где мышление, все, она говорит, все, дальше дошел. Вот такой атаки на фундамент, фундаменте мировоззрения, она не проводится. Меня даже знакомый, вот доктор философии, один из зав. кафедры, он, для экономиста, никто сейчас не знает. Ну, во всяком случае, вот свои идеи я толкаю, значит, и образ мира я нарисовал. У меня получилось в итоге. Работа называется «Абсолютная порождающая структура», двенадцатимерное пространство-время, три единое абсолютное двенадцатимерное пространство-время. Девять измерений пространственных, три временных. Время – есть память. То есть там, где идут процессы, не тела, а процессы. Вот, значит, такой, и нарисовал образ. А это образ какой? Это китайская, именно китайская, я подчеркиваю, древний символ культурный, и ненаграмм. Три симметричные. И вот я доказываю, что первое, значит, это триединский супер принцип. Это не обязательно брать, это вот Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Это говорит об иерархии мира. Вот это я ее называю аксиомой первоначала. В начале был логос. Именно по-гречески даже перевозил логос, потому что, когда говорят слово, сразу все уходит. Мысль растворяется, и только можно едиточку в Богу провести. А наука не берет ни для этого первого заключения. И все, и я начинаю рисовать образ закона из древнего Египта, инварианты рассматриваю, и начинаю критиковать Ньютона. Именно с Ньютона пошла. Вот такая картина мира. Тогда к Эйнштейну пришли. Эйнштейн начал истреблять пространство, идеальную сущность. И вот физиками я вот так и делюсь. Ну и то же самое по основаниям математики, философской. 100 лет, 50 лет бились по основаниям, никак. Ну, направление математики. Хорошая работа Зенкина. Научная контрреволюция в математике. Это вот то, что теория множеств пошла. И, кстати, об истине. И там Зенкин говорит в конце. Истина должна быть нарисована и предъявлена неограниченному кругу зрителей. А вот как именно нарисовать истину, онтологически обосновать, вот этим потихоньку занимаюсь. Но я что говорю? Обо самоорганизации интеллектуального сообщества. Прежде всего задача не выходить, не критиковать, не правительство, ничего. Пока не будет самоорганизации интеллектуального сообщества в России, ничего не будет. Вспомните, философы пригоняли в музей, да, рядом музей Пушкина, здание философского института философии. И два года назад их пригоняли. И они открытые письма писали и то-то, то-то. То есть в России нет дома философии. Правильно? Так оно не только в России. Мы вот тоже, абсолютно согласны с вами, мы с товарищами тоже выступаем за то, чтобы философия, социология, психология стали предметами и дисциплинами, которые задают тон вообще всем остальным наукам. Стали вот своего рода камертоны науки. Но вот сама академическая наука, вот я хочу вас спросить как человека ученого, как вы считаете вообще вот нынешней академической системе целесообразно ли дальше продолжать вкладить в кандидатов, докторов, академиков при нынешнем информационном состоянии? И при том, что это информационное состояние буквально чем дальше, тем с большей частотой меняется. То есть человек, получив сейчас некие знания, некие объемы знаний, он буквально через год вынужден переучиваться. И правомерно ли считать, посвящать его, так вот скажем, кандидаты, потом доктора, академики? Например, вот в Японии нет академии науки. Они вполне успешно считают их категорическую ситуацию, и наука у них на столе на месте. Как вы считаете? Я считаю, надо российское общество выбирало убрать слово кандидата, оно унизительно. Унизительно, да. Сразу доктор, как в мире, должен быть. Вот там, между прочим, там чуть-чуть другое отношение к философии. Почему? Там доктор философия, да? Да. У нас же разбили... Мы перешли это на двухступенчатую бакалавру. Совершенно верно, да. И вот эти, я думаю, иерархичность, и академия, все остается. Другое дело, внутренняя самоорганизация, вот поиск этой истины. Поиск истины, а не стремление, то есть наука как бизнес. То есть на сегодня вот наука как бизнес получается, да. Ну, этим не легко написать и перетековать, значит, это, поиск частицы Бога. Ну, вот на этом, на ускорителе. Ну, разве мы в Петербурге разрешили построить под Петербургом ускоритель, да? Тут бы восстание поднялось. А швейцарцы, пожалуйста. Значит, мышление то, которое на Западе, оно, может быть, даже опасность представляет. Самомышление. То есть изменение в фундаменте самого мышления. То есть вот сейчас вот интеллектуальное сообщество, не надо даже в социум в виде идти. Пусть пока, да, это, у себя разобраться, вот, мысль должна работать на фундаменте. На предельные значения поиска. И когда вот этот образ будет предельные значения испормируема, вот тогда, ведь Сморин, он и сказал, что наука большая фундаментальная, так сказать, вот сейчас новая революция. Новый взгляд на что? На пространство. Структура пространства сейчас. Какое, да, что? Почему? Потому что они начинают издевать там тот-то, тот-то, тот. А все это умозрительно, а не тантология. Момент такой, очень серьезный, это же еще, вот так. Платон говорил, что истинный философ, он занимается не мнением, он занимается принципами, первоначалами, медлами. И в этом отношении не нужно там кто кандидат, кто профессор. Ведь вот это академизм, философия введена в 19 веке, это федеральная, так называемая философия, это и был конец философии. То есть, против чего выступал Шопенгау. Не надо причесывать мысли. Не надо причесывать мысли в поиске истины. Потому что истина, ну, как человек, да, вот эти вот прорывы, они происходят как в стишке. Они, и это не запрограммированные вещи, да. И если мы вспомним ту же древнюю Грицу, там какая система существовала? Давайте вспомним, Гераклин, да. Он один, он одиночка. Причем он так же, как и Фалес. Когда мы говорим о Милетской школе, ну, что такое Милетская школа? Четыре человека. А Ноксимина, Ноксимандр, Уфанес и, по-моему, Ксенофан. Да, Гераклин вообще был одиночкой, как и Диоген, сидел в бочке. То есть, чтобы быть философом, не надо, ну, в общем-то, да, не надо никаких структур. В этом отношении философия – самое свободное аристократическое занятие. Да, потому что тебе все равно в какой-то власти кто-то может, да. Но здесь мы входим в структуру, естественно. И когда мы берем Пифагора, да, Пифагор создает школу, пифагорейскую школу. Когда мы говорим о Сократе, Сократ создает в школе диалога уже. То есть здесь мы собираем уже учеников. Вот здесь уже начинается транслирующая модель философии, да. Но она все равно основана вот на этой свободе. Свободе Лето. Да, поиска истины. Поиска истины. И вот этого образа. Восхождение. Там ведь очень любопытно у Гераклита – это лук и лера. Расходящиеся, ну, там даже стрелы, как рождается Эйдос. Эйдос вырождается в центре, то есть образ, на расхождении противоположности. Но ведь тогда они разорвут этот сердце. Значит, должна быть точка в дне. Вот восхождение вот к этой триаде – это логос, который уравнивает противоположности и задает гормон. Мы всегда говорили о точке, и на точке. Точки различные. Да. А задача – найти структуру точки. Структуру точки? Ну, это сложно. Да, Кандинский, вспомните Кандинского круга. Это моментальная физика, когда он стоит перед этим. Завитая, как точка. Но для меня точка, понимаете, это первонота. Она прорывает пространство, и она выкладывается в спирали с кирпичным кругом. Но точка как центра-то, а, в общем, мы же говорим о мире, о строении его мира. Ведь молодому человеку важно сейчас дать образ мира новый какой? Неискребленный, ничто, все в мире относительно. Такая линия, прямая линия. Абсолют, он задвинут, и вообще, о, нет, абсолют, это сразу насилие идет. И мысль перестает работать, и что хочу, то и творю. А как раз новый образ мира вот такого сложного, да, он как раз и… И свободного, да. А как раз задача, вот то, что лектор говорил, искать вектор. А вектор, что с латинского перевода? Это несущий. Он сущий, и он и несущий. Он несет нас туда наше сознание, именно вектор нашего сознания, куда направлено. Я хотел бы, с вашего позволения, чуть-чуть снова вернуть, сам вернуться, так сказать, на грешную землю. Это зависит от того, что вы говорили. Ну, я из древнего поколения уже считаю, то, что я прошел в союзную школу, в большую школу, и в самую очередь в практическом плане, от пионера до руководителя партийной организации, и так далее и тому подобное. Ну, если, возвращаясь к холосовскому рассуждению, это тем более позвучало мысли, что, ну, сам скажет, западные холософии, и, там, ход из предмышления, они, да, становятся чем-то опасны, сколько они испытаются даже до какого-то атома или, там, божественного первого элемента добраться и все прочее. Может быть. Скажем, и так. И даже, скорее всего, так оно и есть. Ну, скажем, вот советское время, когда была философия, диалектический и исторический материализм, которые хорошо, четко укладывались и генди, и канти, и современные самонаучные, самофизические теории и так далее, можно было строить как угодно. Это для больших философов, скажем, где вот здесь сидящие, я бы даже сказал, как вас мало и как далеки его народа. Скажем, простому смертному вот то, что мы говорим, вот особенно студенту, позвольте им дознать современного студента, очень хорошо. И сам из студента, который был в мое время студентом, когда я даже сам был студентом. Мы хорошо, как отче наш, знали, и нам приходилось задавать и доказывать то, что все принципы теоретического и исторического материализма, которые нужно было знать, и они казались абсолютно верными, и всякая другая и другая философия, что вредны и тому подобное. Все было ясно, где враг, где мы, и на чем мы стояли. Стояли, кстати, нормальные. Наука у нас развивалась на этой базе, и самая различная. Не надо думать, там, самые семинариные, Бабиевоцкие там, и так и прочее. Это политические, извращенцы, пользующиеся этим делами. А самофилософия, насколько я не знаю, вот это простого человека, до нормального, работающего, она была достаточной и самодостаточной. С самой другой стороны, не исключалось высокий голософский полет, размышления и тому подобное. Другой разговор, что вот эти вещи чаще всего не сходились, и политически ангажированные людьми использовались для таких-таких целей, разгромили нас, так сказать, Советский Совет совсем не идейно, а совсем под другими вещами, а идеологически только с ним. И Московский университетом, потом подключил все те и прочие ребята, много-много-много, их моделируют, их моделируют сам кто-то где-то, и они уже продолжают, даже безымянно и тому подобное. И как-то даже вот делается очень часто, даже в вашей некоторой временесценции, скажем, не называя вещи своей венами, как прошлого времени, даже жалко, как хорошо, как счастливы мы были, как молодыми мы были и были, сейчас мы знали это вот так, это вот так. И голосовствовать, мы голосовствовали, уверяю вас, не меньше, чем вы сейчас или мы сейчас здесь, только лишь в рамках вполне определенной аксиоматики. И любая наука должна, она имеет определенную аксиоматику и логику своих принципов. И это было очень хорошо, можно было убеждать, не убеждать, убеждаться, но точка отсчета, линия, координаты были заданы. Это здорово. И тогда не было проблемы, как нам, что делать с людьми и так далее. Самая школа, с детского, с садика более общими понятиями, такими доступными, а все более и более изощренными и так далее. Историческими терроризмами и самыми диалектическими, он подавался, наращивался, облегался опорами, опирался на опоры практически дисциплины, физики, химии. И все это хорошо монтировалось туда, не знаю, что там хватало. Высокий философский полет, профессиональный, конечно, требовался и должен быть. Но для народа, для основной массы, для 7 миллиардов из 8, которые будут, что-то нужно попроще, нормальное, четкое и ясное. Иначе вот этот хаос в ума, про который был Преображенский, он будет давлять им все, все, поушить и все сносить. То, что в нашем сердце, оно должно быть четко и ясно обозначено. В религии, чем они интересны, они заносят четкую систему приняты, что хорошо, что плохо, что благородное и так далее, что нельзя, что нельзя. А сейчас все, что угодно можно. И философия сейчас только, сколько философов. И кому верить, это логично и это красиво. И многие вещи кажутся красивыми, потому что они очень красивые словеса облечены. Хороший филолог, и наука стала филологична. Вся наука превратилась из философии в филологию. То есть игра слов, игра замы на смыслах. И наши академии, даже большие, превратились в Алпутянскую академию. Если вы прочитаете известные приключения в универах, где в чанауке состоялось большие колеса, вот они сидят академики, будет одно колесо, на котором написаны слова, второе колесо сходится. А все, когда залп появился, какой-то смысл, он начинает рассуждать. И наука превращается, особенно философская, в большую игру вот таких колес. Где вот эта игра, а где сам парьба, и где истина, вот это вот уже настолько все рассмыто. Молодому человеку подскажет, «Господи, мы не нужны для нужного мира, не нужна дырная стущность, вы видите, жизнь и все прочее, земельные проблемы». А это скажет Бог, вам ваше дело. Нравится? Нравится, деньги получаете за это, получаете. Или вам это, собственно, способ существовать, можно сказать, рауст, журитель, где вы все-таки размножаете и все прочее. Это я вам даю точку зрения на наших студентов. Они много, конечно, поговорят и так дальше. Но это где-то останется на вербальном слове сайта. Это не переходит в сознание или в поступок, которые, так сказать, давляют. Я не говорю, что все сто процентов, но для большинства это так. В наше время люди были идеями. Именно идеями у них были идеи, принципы, в том числе и супер принципы были. И так далее. Самая супер идея, генеральный идея. Они вдавливались, иногда даже насильные и так далее. И так далее. Но те, кто вели в соответствии с этим принципом, они являются социально-нормально, и государственно, и в наукно-ноуках тоже преуспевали, не меньше, чем сейчас. Потом еще были неразмытые нравственные ценностные ориентиры. Потому что на них держится любой принцип и любой формат существования. Оптимальный для вас, для каждого человека. И так далее. Ты входил в систему, которая все-таки тебе развивала. Она давала тебе очень важный опыт социального сотрудничества. начиная с Кирского, с Актибрята, затем Пионеры. И вот это социальное сотрудничество, социальные связи реальные. По какому-нибудь и первому. Они так тонны. Конечно же, они становились осуществом, а не я. А я была вторична. А теперь я первична. Мы вторична. Производная, даже кайтична. Это капитализм. А капитализм здесь, это самое... Ну, можно ее прорезать напрямую, а можно, может быть, и нет. Но все-таки это философ. Это не философ. Конечно, не философ. Или я? Задача семинара отвечает на вопрос, что делать. А что делать? Это философию как раз. Начинать преподавать со школы, а может, даже здесь философа. Кстати, я говорю не философа, а просто инженер-электрик и экономист. 20 лет я сам занимаюсь философией и пришел к этому. Кстати, на Западе я этим занимаюсь уже. И философия, которая в Швеции преподается, в девятых-десятых классах у нас все это выброшено. Слово ругательное у нас в России, у нас было ругательное. И, так сказать, она помогает молодому человеку структурировать мир, осознавать и себя видеть в мире по-другому. А все эти науки и сама система преподавания... Я же тоже в образовании работал 7 лет и вижу, что где? Да, действительно, мы идем в образование не так. Надо все делать проще, показывать проще сложный мир. Чтобы молодой человек это чувствовал, что математикам в МГУ философию математики дают только факультативно на последнем курсе. Естественно, что у него штампы вырабатываются. Штампы, а он с мысли такими... На первом курсе нельзя, да? А? Философию на первом курсе нельзя. Не на первом она, да. Все пять лет в институте. Как вы знаете, говорили о проучционном, в образовании, как сказано, поэтому была посещена моя диссерпоция. Есть очень серьезные нарушения, которые мы имеем где-то с 19 века в Европу. Да, и вся эта система правит системы просвещенческие, да? То есть он в образовании не терпит. Мы переходим действительно от недоступного. Дело в том, что изначально традиционно воспитание ребенка шло в семье, это семья и потом только государство. В 19 веке, это еще в Европе, начинается приоритет государственного образования. И постепенно на периферию вытесняется семья и вытесняется церковь, как в духовное общение. И еще один момент. Мы не рассматриваем на другие формы мировоззрения, кроме философии. А первичная историческая форма мировоззрения это михология, через которую мы входим в эту сказку, которая задает также век, как добра и зла. Обычно рассказывается старшим начинам семьи и мамы. Затем мы входим в религиозную форму. То есть это религия, это вот этот абсолют. И только поток философии, и наука как форма мировоззрения, она очень молодая. Она с 17 века только развивается. Я и говорю о новой гражданской науке. И научное мировоззрение, оно практически сразу заявляет о том, что оно свободно от этики и морали. То есть оно вне морали и вне этики. То есть научная истина, она дороже всего, даже если для этого нужно запустить, обращать театр, запустить коллайдер и так далее. И поэтому, как, по-моему, Максим Бургий говорил, уже в Первой мировой войне все, что делают ученые, в итоге мы получаем бомбу. Почему? Потому что вершина развития человека разумного, на мой взгляд, это как раз не способность носить, а способность развлечения вот этого добра и зла. Вот этот момент выбора, он крайне серьезен. И могу вам сказать, как учитель, если ребенок приходит в 7 лет в школу, и ему не рассказывали сказки, если у него нет вот этого мифологического среза, ну, я скажу, тоже примитивно, как уж ему лукоморье, да, допустим, у нас, у арабов там тысяча и одна ночь, у китайцев свои сказки и так далее. И, более того, мы же погружаемся в, самое главное, в семейную историю, в семейную легенду, когда нам рассказывают, что твой дедушка выиграл, да, твой дедушка вот такой-то был, твоя бабушка была тем-то, тем-то. Он приходит уже вот с этой легендой о себе и самом, он понимает, откуда он. И, приходя в школу, он начинает лучше усваивать, он лучше, быстрее он начинает читать, писать, он лучше понимает связки, истории. Вот этот ход причины и следствия, то, что ты раньше прорабатываешь на первых уровнях, да, он лучше декламирует, он лучше говорит, у него складывается быстрее система мероприятий. А аналитические способности, поверьте моему опыту, дай Бог, чтобы к 11 классу он мог, вот, выпускники могли бы анализировать ход исторических событий, происходящих здесь и сейчас. То есть увидеть причину, ход и следствие. Это самое сложное на истории заложить. И, мне кажется, это, это отчасти связанное с математикой. Да. Вот слабая математическая способность. Ну, то есть здесь вот это индивидуально. Но могу вам сказать, что в истории и в философии увидеть эти связки чрезвычайно тяжело. Это должен включиться действительно весь человек, это все единство должно быть. В момент все единства сборки, который состоится. Это сложно. Я хотел бы подвести итог. И вообще в качестве итога мы сегодня, в качестве итога семинара мы хотели сегодня принять документ, согласованный со всеми участниками семинара, с обращением государственной структуры, государственной думы, миллиардов правительства, Российской Федерации, даже президенту, с просьбой о том, чтобы хотя бы свести к минимуму демонстрацию от говер-фильмов, которые содержат правильные сцены, насилие и так далее. Вот если участники семинара не против, то к следующему семинару мы хотели подготовить некое, как бы, рекомендательное письмо, для меня участвовали в семинарах для того, чтобы наши встречи, ну, имели какую-то продуктивность. То есть то, о чем, в принципе, мы и говорили. Не так, чтобы там вот разошлись, встретились, поговорили и разошлись, а чтобы был конкретный документ с подписями и с обращением в соответствующие инстанции, для того, чтобы мы действительно принимали участие, созидательное участие во всех этих процессах. И я уверен, что со временем к нам будет присоединяться, к нам будет присоединяться достаточно большое количество людей, людей разумных, которые хотят сделать нашу жизнь лучше. – Скажите, пожалуйста, как составленный документ? Это должно быть составлено, конечно, концептуально, или просто деклантно? – Безусловно. – Нет, нет. – С обоснованием? – Почему? – Почему так? – Нет, обязательно. Обоснованное, первое обоснование, максимальное в этой форме. – Но тем не менее попадание в точку. – Безусловно. – Почему так? Не просто запрет вот этого получения удовольствия, визуального удовольствия от созерцания порнографических сцен. А с чем это связано? – Вот именно, вот почему мы и посвятили, значит, мировоззрение и мировоззрение. Чтобы хотя бы у будущего поколения, которое вот сейчас вступает в жизнь, чтобы у них начали формироваться адекватные жизни в образах, а не те, которые сейчас буквально навязываются через церемонии. То есть образы… – А я предлагаю вот то, что вы говорите, и при чем-то окончательных, например, тексты, и отправленных, на ваших страничках на сайте, скажем, первую версию выставить… – Он обязательно? – Да, конечно. – Надо, сперва, предварительно… – Он будет обязательно согласовывать… – Это даже как обратное связи, чтобы вы узнали о том, что вот такая есть… – Может быть, предложили что-то свое… – Он будет предложен дать рассмотрение абсолютно всем участникам, в том числе и руководству институту, и нашим товарищам. – То есть мы его, как говорится, вот проведем через сито, и в количественном итоге, я думаю, мы получим документы… – Это даже… – Может быть, не строгаем, – Ради документов, чтобы дошел адреса, может быть, президент или там, другой правитель государственный даже не причитает, это чиновники. Главное, собственно, – это вот круг людей, единомышленников, он как-то будет формироваться еще, и вот так такой фонд, – Совершенно верно. – Когда они не только здесь присутствуют, мужчины, но и находящиеся далеко от наших самовесей, самопочитавших, узнав, могут виртуально, реально участвовать, самопрощаться. – И вот как итог каждого семинара, Валерий Николаевич, мы хотим вот именно принимать вот такие рекомендательные письма, документы, так чтобы вот наши встречи, наши обсуждения имели вот такой вот… – Продуктивный, да, характер. – У меня вот еще одна вот, не знаю, это может быть это так, или всегда, или часто, или где-то иногда, то есть представители, ну хотя бы, приходит тоже самая правящая партия, у них же есть свои аналитические центры, например, северо-западные, как там, Шувалов, что ли, пусть он сам, приходите, пожалуйста, вот Машу, точку зрения, как правящей партии, по теле РУ слышать, вы можете всегда поспорить, кстати, многие самые очень резонные вещи, тем самым, там тоже говорят, они тоже беспокоят, военноположения, причем, понимаете, что там другого, там один раз, скажем, там единороссов, что там другого, что-то, как сказать, еще другая, живая альтернатива, там, может быть, даже и не будет, тогда вообще будет здорово, что, оказывается, на том берегу тоже, как-то так, думаю, может быть, известных общественных деятелей пригласить, вы бы говорили по Максиму Шевченко, например, это тоже было бы очень страшно, тем более, что сразу бы аудиторию, увеличили. Сейчас в летний сезон, понятно, я просто говорю, сейчас приглашаем очень многих, были звонки и приглашения и другие институты, и общественные организации, я звонил, Дмитрий Александрович, рассылал, наши приглашения и звонки были, и в электронном виде посылали, ну, вот, видимо, летний сезон, еще, может быть, время, дневное мы выбрали, все-таки, наверное, стоит, после окончания рабочего дня, встречаться. Мы, может, попробуем опять, так сказать, обсудим, да. Возможно. Но мы, ни в коем случае, наверное, не собираемся останавливаться, нас было настройки. Можно, по-другому сказали, а теперь уже продолжайте дальше. Да, да. Непременно. Да, может быть, постараемся, действительно, какой-то получить документ о повышении квалификации, как предлагал наш ректор для постоянных, так сказать, участников семинара, те, кто будут, ну, не обязательно все уже занятия посещать, но большую часть занятий сможем посетить, потом с нами там посмотрим, прикинем, так сказать, составим список, и, в принципе, у нас есть такая возможность создать в банке, в чашу, в чашу, в чашу, в чашу. Аминка, скажите, пожалуйста, название семинара, оно так же остается, или оно преобладает? Нет. Следующий семинар, мы... А суперназвание? Суперназвание. Семинар в Смольном. Энтопологический семинар. Нет. Ну, нормально. А что там самое, как-то нужно назваться. Ну, какие-нибудь, может быть, глобальные проблемы современности, не хотите, чтобы глобалисты. А если просто мировоззрительные? Простяжение мировоззрительного единства народу. Мировоззрительное единство. Ну, у нас вот глобальная цель, это простяжение мировоззрительного единства. Народу бывшего СССР. Ну, пока на этом уровне. Слово бывшего всегда как-то нехорошо, слушаю. как-то… Да, бывшие, это всегда как проигравшие. Народов СССР, сказал лузерн. Народов СССР. Да. Слово бывшего Евразийского пространства. Евразийского? Вот мы бы действительно евразийского пространства, поскольку, это и потом это не так узко. То есть, понимаете, кто-то, может быть, даже кто и не входит в СССР, а вот например потому что, даже вытяжел. Турк или кто-то еще может быть заинтересован в евразийском пространстве. Мировоззрического единства евразийского пространства. Придать более притязательную форму. Я хотел бы областить тему следующего семинара. У нас звучит как «Виды власти» и «Концептуальная власть» как «Высшие уровни внутрисоциальные власти». Это тема нашего следующего семинара. Мы хотели принять обращение, может быть, что же нам как-то обсудить будет. Или подразумевается, что мы и так все это осуждаем, поэтому тут вопрос только в дефинициях. Вопрос будет, наверное, заключаться только в формулировках и каких-то выполнениях. А это, я думаю, что есть электронная почта. Ну, хорошо, да. Просто некоторый рынок, может быть, надо будет, может быть, увеличить и все. Просто если вдруг будут какие-то предложения разумные, может быть, чтобы отредактировать, или мы уже все-таки какую-то такую версию сделаем окончательную, так сказать. Ну, в крайнем случае, здесь, может быть, что-то напечатано. Мы на сайте института. Да, на сайте института, да. Ну, хорошо, давайте тогда. Спасибо. Ну что ж, давайте, коллеги, спасибо большое всем участникам, особенно докладчикам нашим, и тем, кто обеспечил техническую сторону, так сказать, нашего семинара. Ну, тем, кто не обеспечил, убежал, так сказать. Да, к сожалению, не удалось сегодня прямую трансляцию. Как ни странно, первый раз удалось сегодня. Ну, я думаю, что мы выложим все, что было, так сказать, здесь записано в интернет. Надеюсь, там качество звука будет тоже нормальное. В прошлый раз микрофон стоял или это для интернет-трансляции? Для интернет-трансляции. Хорошо, спасибо. Что он это делает? Через реализацию генетически обусловленного своего потенциала, которые он в способности имеет какие-то, и он их реализует в обществе. Соответственно, помогает другим людям также реализовывать. Да, я понимаю. Но если мы находимся в системе тотального управления, вы же правильно понимаете? А, мы величины. Вот это вот парадокс, понимаете? Вы вспомните Эхнатона. Он ведь тоже, он сам захотел, он сам к этому подошел, к этой идее Атона. Да, монотализм. Вы абсолютно правы. Но как система все это повернула и вывернула, чтобы до 30-х годов, 20-го века вообще не знали о существовании Талиомарна и этого периода. Оно было забыто фактически открыто. Оно было скрыто надежно. Оно не было забыто. Понимаете? Вы абсолютно правы. Поэтому именно в чем основная задача на текущий момент состоит от людей, которые понимают направленность процесса, в том, чтобы общественной инициативой, никто это не сделает кроме нас, именно общественной инициативой продвигать вот эти знания, соответственно, создавать кадровую базу, которая в будущем возглавит в сложное кризисное время. Потому что мы идем не туда, мы идем... Да, да. Он не создал команды. Он был парень, но он не создал команды. А у него была только его жена, верный, Сарай. Для того, чтобы действительно получить устойчивое мировоззрение, мы абсолютно уверены в том, что это, во-первых, все связано с формированием образов. И Экнатона, именно, учение Экнатона не прошло, потому что Экнатон не смог, как вы совершенно верно заметили, сформировать нужные образы. Вот что сейчас делают через телевидение, через СМИ, через прочее. Они формилуют образы. Мировоззрение — это и есть система образов. Ну, не в нем английской. Вы это знаете. Система образов, которая, как вы сказали выше, отвечает право и повышает. Те, кто управляют этим миром, основном государственном уровне, они снимаются тем, что они формируют эту систему образов. Мы предлагаем, вот на данном семинаре, цель нашего семинара — представить в качестве первичных предельных обобщений, потому что всегда есть некие первичные образы. у любого человека во Вселенной есть первичные предельные обобщения. Конечно. Вот в качестве материи, энергии, пространства и времени мы предлагаем правильное представление, о чем говорил Кушкин — материю, меру и информацию. Вот если у человека мировоззрение формируется на этих первичных предельных обобщениях, то как бы ни изменялись внешние обстоятельства, центр координат мыслительной деятельности абсолютно любого человека, и в том числе общества, оно остается устойчивым, не меняется. Вот нас буквально, советское общество, сломали именно благодаря этому механизму. Именно благодаря вот... С помощью этого инструмента. Есть вопросы? Да. Ну вот, скажем, с этим совсем можно согласиться, но самое сказанное, значит, вроде бы поясняет с одной стороны красное собрание, но с другой стороны возникает, порождает дуйну вопроса. В частности, вот самый постой. То, что пафос сегодняшнего разговора — это против либеральной идеи, идеологии, ну и там можно это, например, либерально-экономически, социально-социально и так далее и тому подобное. А как вот люди, которые вот смотрят с другой позиции, в частности, наши собрали? Как его назвать? Мы не либералы? А кто мы? Мы, по крайней мере, сами. Но мы, по крайней мере, сами. А ведь как назовешь себя... Людьми, которые... Люди... Поэтому нужно очень четко определиться сами себя. А вот если не либералы... Да-да-да, такие-то типа, что мы? Самые идентификации. Да, вы предлагаете идеологическую окраску. Нет, зачем? Вещь должна быть названа. В Карамчане перед имя, любой предмет, иначе мы будем гулять в образе образов, и мы ни для чего не догадываемся, и не перейдем от образов к действию. А ситуация, которая сейчас складывается, сложилась в ней, она каким-то действием поскольку. А вот мы, которые собираемся, решаем такие интересные вопросы, а кто мы? Антилибералы, в лучшем случае сказать? Нет. Борьба против явлений – это, как правило, лучшая реклама этого явления. Мы предлагаем альтернативу. Самый действенный способ – это предложить альтернативу, и тогда то, против чего мы боремся, оно будет просто изменено из-за ненадобности. Борьба против каких-то моментов, она по факту является лучшей рекламой. Да. Альтернативы тоже бывают разные. Поэтому тут как-то тоже… Например, скажем, в своем институте, так сказать, это слово «потреблю» исповедуется на сферный взгляд на жизнь, и на жизнь, но вообще широко в смысле слова, на человека единичное, на человека как собирательного образа всего человечества, природы и космоса, как закономерно устроенного мироздания. Например, скажем, многие самые живущие, работающие в Сенахедовусе называют ностерологом. Который вот, например, рассуждает, как вот, скажем, я не полностью каждой продукции, но я думаю, что вот Александр Иванович Судета, который, так сказать, главный идеолог в этом самом институте и скромополярной категории еще кое-где, над его идеей приняты, он бы с вами подписался фактически под каждым вашим словом, потому что это наши, наши и мы ваши, мы с вами фактически ностерологи и есть, сильное сферисты, как угодно это можно на новую сферу обыгрывать. Вот мы и стараемся, Валерий Николаевич, привести к единству. К общему знаменательству. Да, образ. А для того, чтобы действительно, вот вы насчет идеологии совершенно верно заметили, вот странным делом, вообще странным фактом является то, что вот больше двадцати лет, да, мы после Советского Союза уже живем, сколько? С конца 91-го, уже 21-й пошел год. Общество до сих пор не вырвало никакой идеологии, причем ни в России, ни в остальных пятнадцати советских республиках. Ее нет. И вот если задаться вопросом, вот отдельный индивид, он да, он может прожить без идеологии, свободно, ему идеология не нужна. Но обществу идеология просто необходима. Мы открываем тринадцатую статью Конституции Российской Федерации, и читали, никакая идеология не может быть в качестве флюоризма. Да, флюоризма. Как же так? А кто внес такую поправку? Наши товарищи за океаном. Но можно говорить об идеологии и идеологии, как в самой определенной системе идеологии, или как бы самая общественная конструкция. Именно речь идет... А что касается либералов, я вам... Вот последний номер аргументов и фактов я принес специально. Тут на второй, по-моему... Да, вторая страничка. Значит, статья от Юрия Кублановского. Я думаю, что многие его знают. Это человек с либеральными безвозрениями, и он пишет... Статья вышла под таким названием «Если власть за семью, почему на госканале ТВ сериалы проституты?» То есть это крик, можно сказать, либералов против той же самой системы, которую либералы сами и создали. Да, доведенная до абсурда. Да, доведенная до абсурда, фактически, получается. Поэтому мы уверены в том, что тот путь, который определили люди, определенные люди в начале 91-го года, он не для России и не для, я бы сказал бы, бывших советских республик. Ну, насчет Прибалтики я не скажу. Путь капитализма. Само слово «капитализм», то есть общество, которое живет ради капитала, в центре которого стоит капитал, оно в корне отличается от самого слова «социализм», «социум». То есть это неправильный путь. То есть путь, который не подходит для общественного сознания людей, которые живут хоть на территории бывшего Советского Союза. И мы абсолютно уверены в том, что сейчас уже в настоящее время потихонечку идет процесс реинтеграции. И цель, вот одна из целей наших семинаров, это способствовать вот ускорению этих самых процессов. Объединению сначала на уровне мировоззренчества, потом на экономическом приоритете, потом общие политические, военные интересы и так далее. Можно мне продолжить? Да, пожалуйста. Потому что… Ну, это еще известно со времен Платона и Аристотеля… Да, давайте я представлю. Это Ирина Владимировна Горина, кандидат философских наук, человек Санкт-Петербургского философского общества, которое входит в российское философское общество. Спасибо большое. Да, что демократия – это одна из самых неустойчивых форм управления и управления, да. Над чем билась вся античная Греция, вся история античной Греции, приводя вот к этой золотой середине. Потому что демократия, она основана изначально на очень высоком уровне сознания, самосознания человека, вот то, о чем мы говорим. И человек должен понимать демократии, в какую систему управления он входит. Он должен… все равно должно быть развито миропонимание. Не только мировоззрение, которое у нас есть у всех, мировоззрительная картина мира. Но вот этот момент миропонимания, там, где я высказываю и вербализую свое мировоззрение, там уже участвует мысль. Так вот, демократия, она существует только, если есть мыслящий субъект. Все равно, так или иначе. В противном случае, она превращается в демагогию. И этот срыв происходит моментально и очень быстро. Я извиняюсь. Прошу прощения. Он происходит моментально и очень быстро. И поэтому в древней Греции, но это тоже известный факт, что допускались к голосованию мужчины, достигшие возраста Акмы, которым уже было около сорока лет. Что это был за мужчина? Это мужчина-воин, это мужчина, имеющий семью и имеющий детей и имеющий собственность. Только тогда он может нести ответственность за весь социум. В противном случае возникает фигура демагога. Демагог, который посредством софистики очень хорошего выдавания как раз желаемого действительно искажается до формы лжи, он зовет за собой народ. На любые там шествия, на любые социальные акции, на любые разрушения. И демократия в этом случае, она действительно представляет из себя форму правления, когда к власти приходит человек через, ну так скажем, демагогические вознаги, посредством народного мнения, мнения, но не знания. Да. И в этом отношении, и тот же Платон, почему он пишет тему государства. Вот это очень важный момент. Там не только вот эта элитарная идея провозглашается, кстати, она очень похожа на систему правления, как здесь, но вопрос, кого мы воспитываем. Мы воспитываем гражданина. Вот этот мыслящий гражданин, способный нести ответственность, он очень важен для демократии. На посттаталитарном советском пространстве мыслящих субъектов раз-два и обчелся. Мне вам это рассказывать, потому что, к сожалению, мыслительная культура, она требует вот этой свобода образования, университетского образования, универсалистики, да, свобода творчества, свобода миропонимания личного, уединенного. И вот то, что делает Пушкин, да, допустим, в домике колонии, я приведу как пример, он совершенно правильно переводит Янг в октаву, потому что, переводя в октаву, мы задаем не просто информацию, ниже, вот нижний слой любой информации, это ритм. Вот должен быть, неправильно, вот там был сюжет, был слайд, когда мы собираем картинку из пазмы, вот должен задан быть ритм, ритм расположения предметов в пространстве, да, и это то, что вводит еще Пифагор, все из число, все из число, почему? Потому что определенный набор предметов, и не только предметов, но и расставленных, и в этом отношении, да, любая форма, которую мы имеем, она и есть суть космоса, внутри себя, потому что задана точка устойчивости, от которой мы можем мерить, право, лево, вверх, вниз, мы задаем не иерархию управления жестком, вот я против этого, а мы задаем ритм звучания, вот эту гармонию сфер, на которую впоследствии выходит Гераклит, а может быть они и одновременно с Пифагором выходит параллельно, о том, что красота есть динамическое равновесие противоположностей, не исключение добра и зла, оно всегда будет присутствовать, там тьмы и света и так далее, потому что мир дуально, но этот ритм, да, который, который собирает форму, не разносит ее и не разрушает, а именно собирает, и правильно, организованный хаос, то, что мы видим в Сирии, в Афганистане, то, что мы видим в Ираке, на уровне Советского Союза, мы все это пережили, это внесенный, организованный хаос, он разносит, собственно, вот эти космические, да, социумные связи, а после разрыва связей уничтожит ту же самую возможность иметь собственность, иметь свою собственную, ну, мышление, это мы, в общем, такое достаточно, имели, на мой взгляд, не свободное, а управляемое, да, и как раз построено было по принципу жрецов древнеегипетских, а что нам говорили, так мы и верили, в общем, право на собственные мысли имели немногие, но мы получили, да, мы получили этот опыт, но смотрите, как сейчас, разрушая национальное государство, наднациональные корпорации элиты, они не могут его организовать обратно, ведь не введен порядок, не в лирии, не установлен, хоть какой-то порядок, чтобы он упорядочил социальный космос, почему, потому что выгодно людей держать в таком состоянии, потому что мы живем в эпоху олигархического капитализма и империализма еще никто не отменял, борьбу за колонии, если раньше, вы помните, в 19 веке у нас Англия нанесла цивилизацию слаборазвитым народом, то теперь у нас США несет демократию, да, есть, и в этом отношении вот этот алгоритм, он не меняется и он крайне примитивный, потому что... Я согласен с вами, да, вопрос в упорядоченности на черт приоритетах, то есть Америка, как страна, которая юридически, да еще раз подчеркиваю, юридически избавилась от рабства, законодательно запретила только в 1965 году, то есть не прошло даже, сколько, даже 70 лет не прошло, оно задает свои приоритеты, свои, как говорится, алгоритмы управления всему миру, а если задаться вопросом, а имеет ли это цивилизация, которая совершенно недавно исправилась от Рамса, то есть у них расположенность этих приоритетов совершенно другая, иная, чем у нас, у нас вообще не было рабства, то есть мы в истории Руси, по крайней мере, я вот, насколько я изучал, ну, припаснил право, но немножко... В пиках своего развития в 18 веке можно сравнивать. Припаснил право, да, но я бы не стал бы его с рабством сравнивать. А в Америке рабство аж вот после середины 20 века не испанец. Ну, все-таки официально это во время и после гражданской войны, а другое дело, что сохранялась сегрегация, то есть вот эти вот остатки рабства, так сказать, вот это вот... Особенно в Южных Штатах вот это до 60-х годов. Применялся, использовался даже после запретов, по некоторым данным, некоторых традициях, еще до сих пор некоторое время во времена рабский дух использовал рабский дух. И потом очень серьезная вещь, потому что в системе, мы об этом говорим как, что человек для другого человека он должен быть с целью, а не средством, да. То есть мы живем, на самом деле, в ситуации миропонимания, когда человек средство для другого человека, я посредством его приду в власти, я посредством его получу образование, и тогда мы открываемся вот в это общество употребления, тотального употребления, услуг, услугами становится медицина, услугами становится образование и так далее. То есть все является средством. Но средством является и сам человек, да. А если мы задаем, что человек цель для другого человека, да, в этом случае, допустим, я как учитель, как преподаватель, для меня цель очень нет. Это его знание, да. Но знания не механически полученные от меня, а усвоенные им. И меры усвоения им его же знания, это выражение его души. Я же не могу выполнять знания ему, да. Вот. И в этом отношении это другая система, она абсолютно правая, альтернатива. Там достаточно менять человека и человека средства или человека от человека. И звучание меняется тоже. И человек становится сразу же открытой системой, а не замкнутой сам на себе, на моем я, которое я должен позиционировать, презентировать в мире, как можно с выгодной стороны, чтобы быть полезным кому-то, да, чтобы меня взяли на работу. И вот на этом построенном все кастинге, я тебя должен показать с удобной стороны. Я должен войти в состояние лояльности по отношению к системе, на которую, допустим, я вхожу. Система не терпит моего, моей свободы, моих суждений. То есть я должен найти формат. Да. И этот формат не звучит, но даже меньше, чем я. В этом отношении, мне кажется, вот ритм, ритм, мы живем в дискретном мире, мы живем вот в этой разорванной мелодии, мерики, так называемой, да, и поэтому мы не можем связать причину, пускай, с результатом, и мы не можем связать наши задачи с целью. И в итоге, ставя задачу, мы приходим к совершенному цели, потому что мы неправильно звучим. И этот, ну, домик в Коломне, примитивнейший сюжет, точно так же, как у Евгения Амедия, но писать о современниках, где все друг друга узнавали, это, да, это банальность. Но он построен так, по звучанию, что ты выходишь куда-то уже за грани. За грани того, что задает Кушкин, потому что за этим открывается космос. А космос, я вам напомню, древнегреческая философия — это сфера, это шар. Абсолютно устойчивая фигура во всех средах. Он может катиться без уни, он может подняться в воздух, он может держаться на воде. И в этом случае точка... Не зря древние греки искали вот это, вот первоначало к себе надо найти вот эту заданную точку устойчивости, через которую ты можешь создать свою внутреннюю форму. Вот если хотите соотношение внешнего и внутреннего, вот это пропадает. Красота, которая измеряется с одной стороны образом, а вдруг... Потому что космос чувственно постигает во внешнем форме и образе. И в то же время он ума постигает на уровне понятий, на уровне определения. И в этом отношении он задает упорядоченность. Но в космосе и древние границы время идёт по кругу, оно циклично. И оно возвращает человека как самому себе. Через ситуацию он возвращается к самому себе, через мир он возвращается к самому себе, через систему. Вот такое обсуждение. то есть звучание и созвучие. Да, можно звучать немножко это очень прекрасно и вдохновляет мир, относиться с надеждой и так далее. Но насколько я сам понимаю, они самые классические в нашем времени, но они к современному миру уже вынесли приговор. То, что в современном мире правит дьявол, то, что мир обречён, мы ждём сон в того пришествия места, и так далее, только через апокалипсис, через очищение, и так далее. Но это будет грандиозное, нечто, катастрофическое, по сравнению с которым там японские дела, фокусивные и всё прочее, это детские игрушки. Как-то получается, вроде бы, мы безнадёжное положение находимся, с точки зрения больших мудрецов. Они бы тоже размышляли, просто о том, чтобы нам не поразмышлять, не смотрели на реальную жизнь, на какие ходы предпринимались, начиная передреть кримских колен, кончая современными мирами, и какие проекты в будущем рассматриваются. А вот у нас на сегодняшний день, особенно в мире управляемого хаоса, как мы, на первую женское слово, управляем сплошь и рядом, где правит капитал, такой большой, могучий, интернациональный и даже персонифицированный в определённых этих лицах и даже в другах. Как-то надежду особенной не видно. А кто же это всё остановит? Да. Красиво можно увидеть красивое какое-то братство красивое по отношениям организовать и поддерживать его. Ну, как и в Великой Греции, американских колониях, там, пытались построить общество, коммуны в хорошем, классическом понимании этого дела. Но всё кончалось нехорошо. Откуда у нас такая уверенность по сравнению с кем-то, что всё-таки добро просто жестует и здравый смысл в конце концов мир очистится и все гады получат по заслугам. Уверенность есть. Уверенность есть. Есть образы конкретные того общества, которое мы создадим в итоге. Уверенность есть. Главное в первую очередь выбрать определенный вектор развития и объединить, создать определенную объединяющую людей деньги. На определенных принципах объединить общество и сказать мы заявляем о таком векторе развития человеческого общества, о таких ценностях и о такой концепции, соответственно, которые будут выражены. А можно я вам скажу? Выражены. Отвечу на ваш вопрос, потому что да, это вот то, что я сказала, это такая красивая картинка, но действительно реальный мир это мир тотального конфликта и кризиса. Но если кризис, да, от чего он возникает? Ведь само слово кризис, то же самое древнегреческое, это вопрос я сужу, я нахожусь в состоянии выбора между добром и злом. И в этом отношении человек изначально кризисное существо, изначально с момента своего появления и своей мыслительной деятельности. И даже с момента появления нас на свете, как только включается сознание, мы постоянно делаем выбор. И, конечно, в состоянии выбора ты неизбежно вступаешь в определенные отношения, и отношения не только сотрудничества, но и конфликта. И я здесь абсолютно права, что надо задать вот эту внутреннюю точку устойчивости на уровне каждого из нас. А вот то, что вы говорите о религии, давайте возьмем, что звучало апокалипсис, да, ревлейская история. Вы же думаете, что в начале Адама и Ева вы жили в раю. Что такое рай? В раю не было времени и пространства. Рай это некое внепространственное состояние абсолютного единства с Богом. Далее они отпадают и выпадают через гриппопадение вот в эту историю, где и начинается время и пространство. И вот это изгнание Израиля это изгнание как раз фотоэффектологическую историю. Там, где присутствует самый главный грех, это смерть. Смерть то, что нас разъединяет. И, собственно, само построение культуры, идея построения культуры, это попытка выхода нахождения то, что не разрушается временем, то, что сильнее времени. Потому что, конечно, каждый из нас мы заложники времени и пространства. мы живем в смертном теле. И вот если возвращаясь к этой истории опять же апокалипсис, страшный суд. Мы в христианской терминологии вот время, оно не идет по циклу, как в Греции. Оно идет по средневековой модели от грехопадения до страшного суда через рождение Иисуса Христа спасителя. и это любопытный момент. потому что, оказывается, чтобы погубить мир, должны быть достаточно мужчины и женщины. Не надо миллиону человечества. И то же самое, когда мы читаем Новый Завет, не надо всего человечества. это достаточно Девы Марии и Иисуса Христа. То есть, их двое на самом деле. То есть, в этой и возвращаясь к их на Тому, смотрите, ведь они были в память с Нефертити. И они попадают вот в эту точку устойчивости, но если хотите о том, да. И система их подминает и уничтожает. Мое искусство остается, остается живым. Которое мы теперь знаем, что это было. И его поэзия, и ее красота, и, в общем-то, само понятие богатого. Да. И вот в этом есть точка устойчивости. И есть понятие времени не только как хронос. Мы живем в хроносе. Прошлое, настоящее, будущее. И мы живем в постоянном дискретном мире. Причем, как говорил Будда, попасть в свое настоящее практически невозможно. Потому что мы живем либо прошлыми событиями, либо иллюзия не будущего. Вот где ты в настоящем? Вот как тебя найти? Вот в этой системе это очень сложно. Да? А есть время другое. Не хронологическое, а время Кайроса. Кайроса – это точка встречи с самим собой, и точка встречи как раз и по Кайросу. Там, где, ну, если хотите, это очная ставка с Богом. Вот для греков это было время бытия. Вот когда ты встречаешься с самим собой. Точка встречи. И она и есть точка устойчивости. Вот эта заданность параметристики. Я думаю, что здесь есть неплохая идея то, что то, что вот сообщество, которое мыслящих людей, которые могут размышлять над этими альтернативой развития современного мира и мировоззрения. И спасение людей как раз таки в этом сообществе видим. Вообще, роль человека на земле участвовать в процессе управления. Потому что жизнь, она вся состоит из процессов. Везде процессы. Верно? Человек пришел на эту землю не просто там поесть, удовлетворить свои потребности и уйти. А участвовать в этих процессах. то есть войти фактически в управление. И в созидательное управление конечно. И сейчас вот в жизни цивилизации наступают переломные моменты. У нас никогда не было на земле в таком количестве каком мы сегодня знаем за тот цикл последние 7-9 тысяч лет известные для нас с историей. То есть за какие-то сто лет нас стало от 1 миллиарда с лишним нас стало в 6 раз больше. Сейчас с лишним население перевалилось за 7 миллиардов. И при нынешнем употреблении мы стоим перед дилеммом. Если мы дальше идем по этому пути мы продолжаем подтвердить то по расчетам ученых планетам статей к 2030 нам понадобятся 2 а к 50 году 3 и больше. То есть фактически это уже скоро означает начало войны. По нашему мнению спасение заключается только единстве солидарности. А что касается мы создадим колонии в космическом пространстве у нас планет куча мы заселен. Значит насилие придется какой-то привожить правильно? Нет никакого насилия не должно быть. А чтобы плантация была европейская и даже ежедневно умирающие десятки тысяч билет бога в мире. Но чтобы их альфе больше 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 делается. Что нужно сделать? Откуда возьмем себя? Я закончу чуть-чуть. Может человека переделать, а не общество. Но профессор Прожинский известный собачьим сердцем, он сказал что хаос это в головах человеческих. Есть человек, есть хаос. Он пытался вывести человека с шарикова превратил в собаки пытался его цивилизовать и породы и прибил в конце концов. может это единственный способ кого-то надо будет ликвидировать а кого-то надо лишить гражданских прав. в Греции не только человек семья и так далее делал себя гражданином. Между прочим у нас только в 50-е годы с небольшим на мужчин перестали брать налог за бездетность. Его социализировали. С 18 лет уже если ты без потомства тебя налог 10 процентов. Пока ты не женишься и не произведешь на свет ты будешь платить сам эти 10 процентов. А элементы брали это сейчас мы бегаем куда-сюда. Очень жестко с этим делаем. Поэтому семья даже воспроизводилась и человек социализировался и даже таким вроде бы примитивным но очень надежным способом. А человек семейный как ни хрутики он в своем виден. И даже ответственность у него перед обществом перед собой. Что-то вероятность человеком надо делать надеюсь что он просветлеет и все прочее. Вот он пока молодой здоровый одно дело по взрослому другому. Там его болячки замучили какие-то. Голова на сторону поехала. А их миллионы даже десятки миллионов. И даже по медицинской статистике каждый десятый человек это психический неполноценный человек в разной степени. от чуть-чуть до самого ассоциального типа который в разговоре живут и все считается гражданом. И так что поехало. И что с человеком это надо сделать? Просто надеяться на его просветление просвещение опыт покорожного. ни в коем случае мы поэтому и объявили тему сегодняшнего семинара мировоззрения и миропонимания мы за формирование новой системы образов то есть за образование само слово образование формирование новой системы образов и мы уверены в том что если и государство и целое общество все возьмется за формирование новой системы образов то очень скоро жизнь общества может очень круто измениться Спасение мы видим только вот äv аimm , ам. кто 去 заставлять ам. ам. а что мы в льшопе и его это перевоспитание это как раз переделать у топлива Велик это тоже определенная гурит музыку, погрузите его в то же самое, в поэзию, чтобы он больше читал. Вы вспомните, сколько у нас было литературы, чтобы мы их планировали. Согласно, я-то как раз учу вас даже эти вещи помню. Уменьшить? Да. Вот в Советском Союзе, да, вот очень многие сейчас критикуют, буквально за два поколения, можно сказать, за три поколения, ведь практически была безграмотность вся средина от муры. Буквально за три поколения, это на начальном этапе, а я уже не привожу экономические цифры данные, такого роста промышленности, какой мы, ну, наши деды и отцы наблюдали, на начальном этапе развития Советского Союза, в мир просто не знали. Но это ладно, я еще оставлю на второе место, но... Новое социальное и интернациональное общество людей в значительной степени была создана, советский народ, который в общество... Самое главное, творческий потенциал личности начал проявляться. Даниил Гранин, всему известный, он, насколько мне помню, несколько лет тому назад, он задавался вопросом, я, говорит, не могу понять. Начинает называть там фамилии, кто-то, кто-то, кто-то и других. Посмотрите, говорит, какие фамилии. Все они, говорит, жили и творили по их территоризмам. А сейчас, говорит, больше 20 лет и ни одной фамилии. Я, говорит, не могу понять, в чем и кто-то, почему так происходит. То есть, для того, чтобы понять, на самом деле, в чем дело, нужно разобраться, как следует, вот в этом периоде истории. А зачем нужны были эти ГУЛАГи? А кем они, на самом деле, были организованы? Почему сегодня мы на прилавках не видим книги Сталина? Зато Майн Камф мы можем купить на буквально разный угол. Легко можем достать. Это очень интересные вопросы. Потому что книга, на самом деле, является выразителем внутреннего алгоритма подсознания человека. Он в книге выражает свои подсознательные алгоритмы. И если действительно начнут читать Сталина, то люди уже начнут понимать, кем он был на самом деле. И что это был за период, кто такие были меньшие и какие были большие. Но это уже отдельная тема. Да, и мы будем заберем период спектрировать. Разумеешь? Да. Вы были выражены коломисты. Участники четырех конгрессов, философских, четырех российских людей, и философских коломистов. Я бы хотел, прежде всего, поговорить о кризисе в самом интеллектуальном сообществе. Научном, российском и мировом тоже, в принципе, не так, как мы живем в России. И, прежде всего, не говорить о кризисе власти верхнего уровня. Вот за философию я пришел, так сказать, в лес туда буквально с 96-го года. Первое выступление в институте философии у меня было. И выводы по всем конгрессам участия. То есть, и философия торгается обществом. В самой философии нет мощного интеллектуального хороста. Нет заинтересованности, нет мозговых атак. После каждого конгресса круглых столов принимаются какие-то общие заявления такие. Все разъезжаются, все-все-все. То есть, вот этих предельных оснований, а кризис фундаментальной физики налицо. Вот недавно я познакомился, работа Ли Смолина. Это неприятности в физике, кризис теории суперструн, струн и, в общем, что будет с неукой. То есть, 30 лет фундаментальной физики будет поиск вот этих предельных оснований. Философия торгается, особенно торгается, нашими физиками. Вот я с докладом выступал, не выступал, а представлял доклад. В МГУ была первая конференция, основания, философские основания физики, МГУ. А сегодня я, вчера разместил на сайте такой DXDY, МГУ. И там вот как раз к теме тоже. Суперпринцип. В Ильточе симметрия или три единства. И мое, значит, после двух выступлений там, тявканье это назвал, и научная дискуссия. Наверное, какой-то профессор, который модератор ведет все это. Все это словоблудие в пургатуре. У них есть пургатуре и туда. То есть они сидят не под фамилиями, не под званиями, не под должностями. Так же, как вот эта молодежь. Они модераторы, они супермодераторы. Это работники МГУ. Ни обратной связи с ними нет. Это, будем говорить, светило наш форум, где надо высказывать идеи какие-то новые. Я выбрасываю, значит, вторую свою. Вот то, что доклад этот направлял в МГУ, значит, называется антологический каркас мира. Меня допустили туда. Математики не допускали. А вот туда допустили, значит, организаторы были Добнинсы, и физический факультет МГУ, и, значит, и философский факультет МГУ. Ну вот посмотрю судьбу, значит, в фургатуре меня поместят, значит, на этом форуме или нет. Но, в принципе, меня не волнует это. Волнует меня то, что само положение, вот управление всей наукой и поиск нового знания в России, его практически нет. Нового знания бороться не надо с Америкой. Вот ракеты есть у нас 50-100 ракет, все достаточно. А вот что творится в нашей науке и заинтересованность самих ученых творить новое знание, вот это проблема. По предельным как раз основаниям и по триединицу. Вот я и высказал, вот здесь как раз и вопрос. Вопрос и всем участвующим. А что является суперпринципом? Почему я на суперпринципы хватился? У Смолина, я как раз и прочитал, вот кризис фундаментальной физики, науки, несочетание, вантовые механики, вот то, значит, то-то. То есть пять проблем фундаментальной физики. И он говорит, нужен суперпринцип. Так вот этот суперпринцип, ему уже, я посмотрел, я начинал философские исследования два миллиона лет назад, как человечество шло и рисовал тревую сознание. Волны сознания, а начинал с вектора сознания. И, значит, вот этот принцип, три единства. Устроение мира. И устройство трое. Ну вот вы нарисовали трое, да. Все, дальше треугольник этот не сожнешь. Все, сразу переходит мышление на линейное мышление. Вот преодоление этого линейного мышления, мышление в оппозициях. Диалектику нашу любимую, сейчас ее затерли, а Запад ее вообще ненавидит. Да, да. Это слава Богу, что нас вбивали от диалектическое мышление. Это единственная борьба. Да, совершенно верно. Не единственная борьба, а именно, ведь Гегель, когда пытался нарисовать, а мы говорим об образах, он не смог нарисовать. Было нарисовано после Гегеля что? Только спираль. Ну, спираль, хорошо, значит, она, да, в науке есть. А задача пойти еще до самых удаленных смыслоразличимых глубин. Вообще до самых. Предельно, где мышление, все, она говорит, все, дальше дошел. Вот такой атаки на фундамент, в фундаменте мировоззрения, она не проводится. Меня даже знакомый, вот доктор философии, один из завкакедр, он для арт-экономиста никто сейчас не знает. Ну, во всяком случае, вот свои идеи я толкаю, значит, и образ мира я нарисовал. У меня получилось в итоге. Работа называется «Абсолютная провождающая структура, двенадцатимерное пространство-время». Три единое абсолютное двенадцатимерное пространство-время. Девять измерений пространственных, три временных. Время есть память. Там, где идут процессы, не тела, а процессы. Вот, значит, такой вот, и нарисовал образ. А это образ какой? Это китайская, именно китайская, я подчеркиваю, древняя символ культурная, древняя ангама. Три симметричные. И вот я доказываю, что первое, значит, это три единства супер принципа. Это не обязательно брать, это вот, Бог отец, Бог сын и Святой Бог. Это говорит об иерархии мира. Вот это, я ее называю аксиомой первоначала. В начале был логос. Именно по-гречески даже перевожу логос, потому что, когда говорят слово, сразу все уходит. Мысль растворяется и только можно ниточку в Богу провести. А наука не берет ни для этого первого заключения. И все, и я начинаю рисовать образ закона из древнего Египта, инварианты рассматриваю и начинаю критиковать Ньютона. Именно с Ньютона пошла. Вот такая картина мира, когда к Эйнштейну пришли. И Эйнштейн начал истреблять пространство, идеальную сущность. И вот физиками я вот так не говорю. Ну, и то же самое по основаниям математики, философски. 100 лет, 50 лет бились по основаниям, никак. Ну, направление математики. Хорошая работа Дзянкина. Научная контрреволюция в математике. Это вот то, что теория множеств пошла. Не встать об истине. И там Зенкин говорит в конце. Истина должна быть нарисована и предъявлена неограниченному кругу зрителей. Ну, это 9 чисел. А? А? А вот как именно нарисовать истину, онтологически обосновать, вот этим потихоньку занимаюсь. Но я что говорю об самоорганизации интеллектуального сообщества? Прежде всего задача не выходить, не поэтиковать, не по родительству, ничего. Пока не будет самоорганизации интеллектуального сообщества. В России ничего не будет. Вспомните, философские философы выгоняли в музей, да? Ряду музей Пушкина, здание философского института философии. И два года назад их выгоняли. И они открытые письма писали, и то-то, и то-то. То есть в России нет дома философов. Правильно? Так оно не только в России. Мы вот тоже абсолютно согласны с вами. Мы с товарищами тоже выступаем за то, чтобы философия, социология, психология стали предметами и дисциплинами, которые задают тон вообще всем остальным наукам. Стали вот своего рода камертоны науки. Но вот сама академическая наука, вот я хочу вас спросить как человека-ученого, как вы считаете вообще вот в нынешней академической системе, целесообразно ли дальше продолжать вкладить в кандидатов, докторов, академиков при нынешнем информационном состоянии? И при том, что это информационное состояние буквально чем дальше, тем больше частотой меняется. То есть человек, получив сейчас некие знания, некий объем знаний, он буквально через год вынужден переучиваться. И правомерно ли считать, посвящать его, так вот скажем, кандидаты, потом доктора, академики? Например, вот в Японии нет академии наук. Они вполне успешно считают темы категорологических операций, и наук у них не стоит на месте. Вот вы так же считаете? Я считаю, надо для российского общества убрать слово «кандидат». Оно унизительно. Унизительно, да. Сразу доктор как в мире должен быть. Вот там, между прочим, там чуть-чуть другое отношение к философии. Почему? Там доктор философия, да? Да. У нас же разбили… Мы перешли на двухступенчатую бакалавру на диск. Совершенно верно, да. И вот эти, я думаю, иерархичность вот эта тема, все остается. Другое дело, внутренняя самоорганизация, вот поиск этой истины. Поиск истины, а не стремление, то есть наука как бизнес. То есть на сегодня вот наука как бизнес получается, да. Ну, этим не легко написать и перетековать, значит, это, поиск частицы Бога. Ну, вот на этом, на ускорителе. Ну, разве мы в Петербурге разрешили построить под Петербургом ускоритель? А? Тут бы восстание поднялось. А швейцарцы, пожалуйста. Значит, мышление то, которое на Западе, оно, может быть, даже опасность представляет. Самомышление. Да. То есть изменение в фундаменте самого мышления. То есть вот сейчас вот интеллектуальное сообщество не имеет, не надо даже в социум в виде идти. Пусть пока это, это, у себя разобраться, вот мысль должна работать на фундаменте, на предельные значения поиска. И когда вот этот образ будет предельным значением сформировано, вот тогда, ведь Сморин, он и сказал, наука большая фундаментальная… И так сказать, вот сейчас новая революция. Новый взгляд на что? На пространство. Структура пространства сейчас. Какое? Да, что? Почему? Потому что они начинают изгибать там тот-то, тот-то, тот. А всё это умозрительно, а не тантология. Момент такой, очень серьёзный, это же ещё… Платон говорил, что истинный философ, он занимается не мнением, он занимается принципами, первоначалами. Нет, и в этом отношении не нужно там кто кандидат, кто профессор. Ведь вот это академизм, философия введена в 19 веке, по федеральной так называемой философии, это и был конец философии. То есть против чего выступал Шопенгау – не надо причесывать мысли. Не надо причесывать мысли в поиске истины. Потому что истина, ну, как человек, да, вот эти вот прорывы, они происходят как в спешке. Они, и это не запрограммированные вещи, да. И если мы вспомним ту же древнюю Грецию, там какая система существовала? Давайте вспомним, Гераклин, да, он один, он одиночка. Почему так же, как и Фалес, когда мы говорим о Милетской школе, ну, что такое Милетская школа? Четыре человека – Анаксимина, Анаксимандр, Фалес и, по-моему, Ксенофан. Да, Гераклин вообще был одиночкой, как и диагент сидел в бочке. То есть, чтобы быть философом, не надо, ну, в общем-то, да, не надо никаких структур. В этом отношении философия – самое свободное эристократическое занятие. Да, потому что тебе все равно в какой-то власти кто-то молодец, да. Но здесь мы входим в структуру, естественно. Когда мы берем Пифагора, да, Пифагор создает школу, пифагорейскую школу. Когда мы говорим о Сократе, Сократ создает в школу диалога уже. То есть здесь мы собираем уже учеников. Вот здесь уже начинается транслирующая модель философии, да. Но она все равно основана вот на этой свободе. Свободе – это, да, поиска истины. Поиска истины. И вот этого логоса, восхождение. Там ведь очень любопытно у Гераклита – это лук и лера, расходящиеся, ну, там даже стрелы, как рождается Эйдос. Эйдос рождается в центре, то есть образ, на расхождении противоположности. Но ведь тогда они разорвут этот центр. Значит, должна быть точка в дне. Вот восхождение вот этой триады – это логос, который уравнивает противоположности и задает вооружение. Мы всегда говорили о точке. Точку различные. Да. А задача – найти структуру точки. Структуру точки? Ну, это сложно, да. Ну, вот задача сейчас… Помните, Кандинского круг. Забитая, как точка. Ну, для меня точка, понимаете, это первонота. Она прорывает пространство, и она выкладывается в спирали с кирпичной. Ну, точка как центра-то, а, в общем, мы же говорим о мире, о строении его мира. Ведь молодому человеку важно сейчас дать образ мира новый какой? Не искрепленный, ничто, все в мире относительно. Это прямая линия, прямая линия. Абсолют, он задвинут, и вообще, о, нет, абсолют, это сразу насилие идет. И мысль перестает работать, и что хочу, то и творю. А как раз новый образ мира вот такого сложного, да, он как раз и… И свободного, да. А как раз задача, вот то, что лектор говорил – искать вектор. А вектор, что с латинского бы переводить – это несущий. Он сущий, и он и несущий. Он несет нас туда наше сознание, именно вектор нашего сознания, куда направо… Я хотел бы, с вашего позволения, чуть-чуть снова вернуться, вернуться, так сказать, на грешную землю. Это правда, действительно, на то, что вы говорили. Ну, я из древнего поколения уже считаю, то, что я, правда, прошел в Союзскую школу, и в самую очередь в практическом плане, от пионера до руководителя партийной организации и так далее и тому подобное. Ну, если, возвращаясь к холософскому рассуждению, тем, как звучало мысль, что, ну, сам скажет, западные холософии, там, ход их предмышления, они, да, становятся чем-то опасны, поскольку они испытаются даже, да, какого-то атома или там божественного или первоэлемента добраться и все прочее. Может быть, скажем, и так. И даже, скорее всего, так оно и есть. Ну, скажем, вот в советское время, когда была холософия диалектический и исторический материализм, которые хорошо, четко укладывались и генги, и канты, и современные самонаучные, самофизические теории и так далее, можно было строить как угодно. Это для больших холософов, скажем, где вот здесь сидящие, я бы даже сказал, как вас мало и как далеки его народа. Скажем, простому смертному, вот то, что мы говорим, вот особенно студенту, я бы позвольте им дознать современного студента, очень хорошо. И сам из студента, который был в мое время студентом, когда я даже сам был студентом. Мы хорошо, как отче наш, знали, и нам приходилось задавать и доказывать то, что все принципы теоретического и исторического материализма, которые нужно было знать, и они казались абсолютно верными, всякая другая и другая, и философия считалась вредной и тому подобное. Все было ясно, где враг, где мы, и на чем мы стояли. И стояли, кстати, нормальные, наука у нас развивалась на этой базе, и самая различная. Не надо думать, там, самые вспоминающие, Бабиеванские там, и цехи, и прочее. Это политические извращенцы, пользующиеся этими делами. А сама философия, насколько я не знаю, вот до простого человека, до нормального, работающего, наполовину надо достаточной и самодостаточной. С самой другой стороны не исключалось высокий холософский полет, размышлений и тому подобное. Другой разговор, что вот эти вещи чаще всего не сходились, и политически, так сказать, ангажированные людьми использовались для таких-таких целей, разгромили нас, так сказать, Советский Совет, совсем не идейно, а совсем под другими вещами, а идеологически, то есть и Московский университетом, потом подключил все те и прочие ребята, которые много-много-много, их моделируют, их моделируют, сам кто-то где-то, и они уже продолжают, даже безымянно и тому подобное. И как-то даже вот делается очень часто, даже ваши некоторые временесценции, скажем, не называя вещи своими именами, как прошлого времени, даже жалко, как хорошо, как счастливы мы были, как молодыми вы были и были счастливы, знали этого, так, этого, так. И голосовствовать, мы голосовствовали, уверяя вас, не меньше, чем вы сейчас или мы сейчас здесь, только лишь в рамках вполне определенной аксиоматики. И любая наука должна, она имеет определенную аксиоматику и логику своих принципов. И это было очень хорошо, можно было убеждать, не убеждать, убеждаться, но точка отсчета, линия, координаты были заданы. Это здорово. И тогда не было проблемы, вот, как нам, что делать с людьми и так далее. Самая школа с детского, с садика более общими понятиями, такими доступными, все более-более за счетными и так далее, историческими терроризмом, и диалектическими, он подавался, наращивался, облекался опорами, опирался на опоры практических дисциплин и физики, и химии, и все это хорошо монтировалось туда, не знаю, что там не хватало. Высокий философский полет, профессиональный, конечно, требовался и должен быть. Но для народа, для основной массы, для вот 7 миллиардов из 8, которые будут, что-то нужно попроще, нормальное, четкое и ясное. Иначе вот этот хаос-румах, про который был Преображенский, он будет давлять им все, все, врушить и все сносить. То, что в нашем сердце, оно должно быть четко и ясно обозначено. Грелигии, чем они интересны? Они заносят, вот, в чем четко систему принять, что хорошо, что плохо, что благородное и так далее, что нельзя, что нельзя. А сейчас все, что угодно можно. И философы сейчас только, сколько философов. И кому верить, это логично, и это красиво. И многие вещи кажутся красивыми, потому что они очень красивые словеса обличены. Хороший филолог. И наука стала филологична. Вся наука превратилась из философии в филологию. То есть игра слов, игра замы на смыслах. И наши академии, даже большие, превратились в Алапутянскую академию. Если вы прочитаете известные приключения генерала, где в Чанауке состояли большие колеса, вот они сидят академики, будет одно колесо, на котором написаны слова, второе колесо сходится, а все, когда сам появился, как два слова, два понятия, какой-то смысл, он начинает рассуждать. И Чанаука превращается, особенно философское, в большую игру вот таких колес. То есть, где вот эта игра, а где сам париварь, и где истина, вот это вот уже, насколько все размыто. Молодому человеку подсказать, «Господи, мы должны доложить мне, мы должны открыть нас, мы должны быть в жизни, и все прочее, там, земельные проблемы». А это, скажем, Бог вам ваше дело. Нравится? Нравится? Деньги получаете за это? Получаете? Или вам это, собственно, способ существования? Могу судить? Раус? Будьте? Вы все-таки размножаете и все прочее. Это я вам даю точку зрения на наших студентов, они много, конечно, поговорят и так дальше, но это где-то останется на нобиопальном уровне, в словесах, это не переходит в сознание или в поступок, которые, так сказать, давляют. Я не говорю, что все сто процентов, но для большинства это так. В наше время люди были идейными. Именно идейными у них были идеи, принципы, в том числе и супер принципы были, и так далее. Самая супер идея, генеральный идея. Они там были всегда даже насильные, и так далее, и так далее. Но те, кто стали видеть сочувствовать этим принципам, они являются социально нормальным, и государственным, и наукным, и наукным, и наукным, и наукным тоже преуспевали, чем сейчас. Потом еще были неразмыты, и нравственные ценностные ориентиры, потому что на них держится любой принцип и любой, ну такой формат существования там, оптимальный для вас, для каждого человека. Ты входил в систему, которая все-таки тебе развивала, она давала тебе очень важный опыт социального сотрудничества, социального сотрудничества, начиная с гирского, сада октябряков, затем пионеров, и вот это социальное сотрудничество, социальные связи реальные, по кому-нибудь что делать. Они потом, и вторично же они становились осторожным, они оборудовались, и было более стучно. Социальное сотрудничество было мы, а не я, а я было вторично, а теперь я первично, а мы вторично, производные, даже кайтично. А капитализм здесь, это самое, ну можно его перевязать напрямую, а можно и может быть и нет. Но все-таки это фейт, это неразморизм. Конечно, неразморизм, это я, я, я. Задача семинара отвечает на вопрос, что делать. А что делать, это философию как раз того, начинать преподавать свою школу, а может даже здесь философ. Кстати, я говорю не философ, а просто инженер электрики, экономист. 20 лет я сам занимаюсь философией, и пришел вот это и выбор. Кстати, на Западе этим занимаются уже. И философия, которая в Швеции преподается 9-10 классов, у нас все это выброшено. Слово ругательное у нас в России, у нас было ругательное. И, так сказать, она помогает молодому человеку структурировать мир, осознавать и себя видеть в мире по-другому. А все эти науки и сама система преподавания, я же тоже в образовании работал 7 лет, и вижу, что да, действительно, мы идем в образование и так. надо все делать проще, показывать проще сложный мир, чтобы молодой человек это чувствовал. Математикам в МГУ, философию математики дают только факультативно на последнем курсе. Естественно, что у него штампы вырабатываются. Шампы, а он с СССР. Мысли такими только стоят. А? Философию на первом курсе нельзя. Не на первом, а надо. Все пять лет в институте. Вы знаете, говоря, в образовании, я как бы сказала, это была посещена моя дисциплинация. Есть очень серьезные нарушения, которые мы имеем где-то с 19 века в Европу, да, и вся эта система, правильная система просвещенческая, да, то есть он в образовании терпетура. Мы переходим, действительно, от него другого. Дело в том, что изначально, традиционно, воспитание ребенка, что в семье, семья, церковь, и потом только государство. В 19 веке, это еще в Европе, начинается приоритет государственного образования, и постепенно на периферию вытесняется семья и церковь, как в духовное общение. И еще один момент. Мы не рассматриваем другие формы мировоззрения, кроме философии, а первичная историческая форма мировоззрения – это михология, через которую мы находим эти сказки, которые задают также век, как добра и зла, обычно рассказываются старшими членами семьи и мамы. Затем мы входим в религиозную форму, да, то есть это религия, это Бог, это вот этот абсолют. И только поток философии, и наука как форма мировоззрения, она очень молодая. Она с 17 века только развивается. Я и говорю о новоевражительской науке. И научное мировоззрение, оно практически сразу заявляет о том, что оно свободно от этики и морали. То есть оно вне морали и вне этики. То есть научная истина, она дороже всего, даже если для этого нужно запустить обращение театра, запустить коллайдер и так далее. И поэтому, как, по-моему, Максим Бургий говорил, уже в Первой мировой войне все, что делают ученые, в итоге мы получаем бомбу. Почему? Потому что вершина развития человека разумного, на мой взгляд, это как раз не способность мыслить, а способность развлечения вот этого добра и зла. Вот этот момент выбора, он крайне серьезен. И могу вам сказать, как учителя, если ребенок приходит в 7 лет в школу, и ему не рассказывали сказки, если у него нет вот этого мифологического среза, ну, я скажу тоже примитивно, как уж ему лукоморье, и дуб зеленый, да? Допустим, у нас, у арабов там тысяча и одна ночь, у китайцев свои сказки и так далее. И более того, мы же погружаемся в самое главное в семейную историю, в семейную легенду, когда нам рассказывают, что твой дедушка воевал, да? Твой дедушка вот такой такой, твоя бабушка была тем-то, тем-то. Он приходит уже вот с этой легендой о себе и самом, он понимает, откуда он. И приходя в школу, он начинает лучше усваивать, он лучше, быстрее начинает читать, писать, он лучше понимает связки истории. Вот этот ход причины и следствия, то, что ты начинаешь отрабатывать на первых уровнях, да? Он лучше декламирует, он лучше говорит, у него складывается быстрее система мероприятий. А аналитические способности, поверьте моему опыту, дай Бог, чтобы к одиннадцатому классу он мог, выпускники могли бы анализировать ход исторических событий, происходящих здесь и сейчас. То есть увидеть причину, ход и следствие. Это самое сложное на истории заложение. И мне кажется, это отчасти связано с математикой. Да, слабые математические способности. Ну то есть здесь вот это индивидуально. Но могу вам сказать, что в истории и в философии увидеть эти связки чрезвычайно тяжело. Это должен включиться действительно весь человек, это все единство должно. Монент все единства сборки, который состоится. Я предложил бы подвести итог. И вообще в качестве итога мы сегодня, в качестве итога семинара, мы хотели сегодня принять документ, согласованным со всеми участниками семинара, с обращением государственной структуры, или от государственной думы, или от правительства Российской Федерации, даже президенту, с просьбой о том, чтобы хотя бы свести к минимуму демонстрацию и демонстрации от камеры фильмов, которые содержатся в камеры сцены, насилие и так далее. Вот если участники семинара не против, то следующему семинару хотят подготовить некое как бы рекомендательное письмо, первую часть семинара для того, чтобы наши встречи имели какую-то продуктивность. То есть то, о чем мы и говорили. Не так, чтобы там разошлись, встретились, поговорили и разошлись, а чтобы был конкретный документ с подписями и с обращением в записывающие инстанции, для того, чтобы мы действительно принимали участие, созидательное участие во всех этих процессах. Я уверен, что со временем к нам будет присоединяться, будет присоединяться достаточно большое количество людей, людей разумных, которые хотят сделать нашу жизнь лучше. Скажите, пожалуйста, как составленный документ? Он должен быть составлено, конечно, концептуально или просто депутатно? Нет, нет. То есть с обоснованием? Почему? Почему так? Нет, обязательно. Обоснованное, во-первых, обоснование, максимально обратной формы. Но тем не менее, попадание в точку, чтобы он начался. Безусловно. Почему так? Не просто запрет вот этого получения удовольствия, визуального удовольствия от созерцания порнографических сцен. Да. А с чем это связано? Вот именно вот почему мы и посвятили начальство мировоззрения и мировоззрения чтобы хотя бы у будущего поколения, которое вот сейчас вступает в жизнь, чтобы у них начали формироваться адекватные жизни, образы, а не те, которые сейчас буквально навязывают через цели. То есть образы... А я предлагаю вот то, что Вы говорите, и при чем докончательных текстов отправлены в адресацию всякий случай на Ваши странички на сайте у нас, скажем, первую версию выставить, чтобы... Да, конечно. Надо сперва предварительно поставить обсудить или даже как обратная связь, чтобы Вы знали о том, что вот такая есть... Может быть предложили что-то в своей идее. Он будет предложен, да, для рассмотрения абсолютно всем участникам, в том числе и руководству, институту, и нашим товарищам. То есть, мы его, как говорится, вот проведем через СИТО и в количественном итоге, я думаю, мы получим документы. документы, чтобы подошел до адресатор, может быть, президент или там, другой управитель государственный даже не причитает, это чиновники. Главное, собственно, это вот круг людей, единомышленников, как-то будет фавлироваться еще и вот такой фонус, когда они не только здесь присутствующие, но и находящиеся, так сказать, далеко от наших самовесей, самопочитавших, узнав, могут виртуально, реально участвовать, самопрощаться. И вот как итог каждого семинара, Валерий Николаевич, мы хотим вот именно принимать вот такие рекомендательные письма, документы, так, чтобы вот наши встречи, наши обсуждения имели вот такой вот продуктивный характер. Я вот еще одна, не знаю, это может быть так, всегда, или часто, или иногда. Представители, ну, хотя бы, правящие партии, у них же есть свои аналитические центры, например, северо-западные, как там, Шувалов, что ли, Александрик. Приходите, пожалуйста, вот Машу, точку деления, как правящим партии, по телевизору слышать, например, вы можете всегда поспорить. Кстати, многие самые очень резонные вещи, так же, говорят, они тоже в беспокойном положении плечей, что там и другого, там, там, еще другая альтернатива. Ну, может быть, даже и не будет. Тогда-то, вообще, было здорово, что, оказывается, на том берегу тоже, как-то так, думаю, и, может быть, известных общественных деятелей пригласили. Вы говорили про Максима Шевченко, например. Это тоже было бы очень страшно. Тем более, что сразу бы аудиторию мы увеличили бы. Да, понятно. нечего приглашения приглашения очень многих. Были звонки, приглашения и другие институты, и общественные организации. Я звонил, Дмитрий Александрович. Да, конечно. рассылал. Наши приглашения звонки были и в электронный видео посылали. Ну, вот, видимо, летний сезон, еще, может быть, время, дневное мы выбрали. Все-таки, наверное, стоит, после окончания рабочего дня, встречаться. Мы, может, попробуем, опять, так сказать, отсюда. Но мы ни в коем случае на этом не собираемся останавливаться. нас будет настроить. Просто выкидно сказали, а теперь уже продолжайте дальше. Да, непременно. Да, может быть, постараемся, действительно, какой-то получить документ повышения квалификации, как предлагал наш ректор для постоянных, так сказать, участников семинара. Те, кто будут, не обязательно все занятия посещать, большую часть занятий сможем посетить, когда там с нами посмотрим, прикинем, так сказать, составим список. И, в принципе, у нас есть такая возможность создать, если бы, что, 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 название семинара, оно так же остается, или оно... Следующие семинары... в целом, общее название для семинара. Ну, вообще-то, знаковость определенная. Ну, да, можно это правильно сказать. есть вопрос, может быть, там сформулировать. Есть семинар, просто каждый семинар будет посвящен определенному сути. А суперназвание? Суперназвание, да? Семинар в Смольном, да? Энтопологический семинар. Нет. Ну, нормально. А что там самое? Как это нужно назваться? Ну, какие-нибудь, может быть, глобальные проблемы современности? Конечно, глобальные... А если просто мировоззрительцы сразу скажут, что мировоззрительцы что мировоззрительцы с народов? Ну, у нас глобальная цель это достижение мировоззрительства Александр назвал. Это мировоззрительство единства народов бывшего СССР. Пока на этом... Слово бывшего всегда как-то нехорошо звучит, слово бывший. Это не бывший. Да, бывший это всегда как проигравший, понимаете? Народов. Или как сейчас говорят лузер. Народов. Слово бывшего евразийского пространства. Вот мы говорили, действительно, евразийского пространства, поскольку это... И потом это не так узко, то есть, понимаете, кто-то вот, может быть, даже кто и не входит в СССР, а вот, например, эти же турки или кто-то еще может быть заинтересован быть. Евразийский СССР. Да, евразийского пространства. Да, евразийский СССР. Да, мировоззрического единства евразийского пространства. Что-то на контроле, конечно, можно еще такое... Придать более притязательную, предпринимательную форму. Слово, в смысле, это хорошо, понятен. Да, но, может, там еще будет что-то подредактировать. Самый способ хороший, согласен. Я хотел бы областить тему следующего семинара. Она звучит как «Виды власти» и «Концептуальная власть» как «Высшую и полную внутрисоциальную власть». Это тема нашего следующего семинара. В принципе, мы хотели же принять обращение, может быть, что же нам как-то обсудить будет, может быть, или подразумевается, что мы и так все это осуждаем, поэтому тут вопрос только в дефинициях. Нет, вопрос будет, наверное, заключаться только в формулировках и каких-то выполнениях, а это, я думаю, что есть электронная почта. Ну, хорошо, да. Просто некоторый рынок, может быть, надо будет... Может быть, на сайте института, и, пожалуйста, любой желающий, может быть, вопрос. Просто если вдруг будут какие-то предложения разумные, может быть, чтобы подредактировать, или мы уже все-таки какую-то такую версию сделаем окончательную, так сказать. Ну, в крайнем случае, здесь, может быть, что-то напечатано. Мы на сайте института, да. Да, на сайте института, да. Ну, хорошо, давайте тогда, в таком образе. Ну, что ж, давайте, коллеги, спасибо большое всем участникам, особенно докладчикам нашим и тем, кто обеспечил техническую сторону, так сказать, нашего семинара.